Глава 30 — Мы с Пикаром прошли через дежурное помещение. Там никого не было. Тишина. Сержант исчез. Должно быть, Тил его куда-то отослал. Кофеварка была включена. Я уловил запах кофе. Бросил взгляд на стол Роско. На доску объявлений, отображавшую ход расследования убийства Моррисонов. На ней по-прежнему ничего не было. Никакого прогресса. Я обогнул стол, распахнул тяжелые стеклянные двери, шагнул на яркий солнечный свет. Пикар указал коротким стволом своего револьвера, чтобы я садился за руль Бентли. Я не стал с ним спорить. Молча направился к машине. Еще никогда в жизни я не был так близок к панике. Мое сердце бешено колотилось, я дышал часто и неглубоко. Я с усилием переставлял ноги, употребляя всю до последней унции волю, чтобы держать себя в руках. Я говорил себе, что к тому времени, как мы подойдем к машине, у меня должен быть план, что делать дальше. Я сел в Бентли и поехал к ресторану Ина. Из кармашка на сидении достал карту. Прошел по залитой солнцем стоянке и вошел в ресторан. Устроился в пустой кабинке. Заказал кофе и яичницу. Я беззвучно орал на себя, приказывая вспомнить все то, чему выучился за 13 жестоких лет. Чем меньше времени, тем спокойнее надо себя вести. Если у тебя есть возможность сделать лишь один выстрел, надо обязательно добиться того, чтобы он попал в цель. Нельзя позволить себе допустить промах только потому, что в твоем плане были какие-то просчеты. Или потому, что в последние предрассветные часы у тебя в крови кончился сахар, и ты почувствовал слабость и головокружение. Поэтому я заставил себя съесть яичницу и выпил кофе. Затем я отодвинул пустую кружку и тарелку, развернул на столе карту, всмотрелся в нее, ища Хаббла. Он может быть где угодно. Но я должен его найти. И я могу сделать только один выстрел. Я не могу метаться из одного места в другое. Я должен найти Хаббла в своей голове. Тут главное думать. Я должен сначала найти Хаббла в своей голове, а затем отправиться прямо к нему. Поэтому я склонился над столом, уставился на карту, долго смотрел на нее. Я изучал карту почти целый час. Наконец я ее свернул. При этом незаметно захватил с тарелки нож и вилку, убрал их в карман брюк. Глянулся. Ко мне подошла официантка, та, что в очках. — Собираетесь в дальнюю дорогу, красавчик? — спросила она. Я посмотрел на нее, увидел свое отражение в очках. Увидел массивную тушу пикара за спиной. Буквально почувствовал, как его рука стискивает рукоятку револьвера. Я кивнул. — Именно так. Меня ждет чертовски увлекательное путешествие. Такое, какое я запомню на всю жизнь. Официантка не сразу нашлась, что сказать на это. — Все равно. Будьте осторожны, хорошо? Я встал, оставив на столе одну из сотен Чарли. Быть может, настоящую, быть может, нет. Все равно потратить ее можно. И мне хотелось дать девушке хорошие чаевые. И наполучал по грязной тысяче в неделю, но я понятия не имел, делится ли он со своими работниками. Судя по тому, что я видел, не очень. — До встречи, мистер, — сказал официантка в очках. — Быть может, мы еще и увидимся. Пикар подтолкнул меня к двери. Было четыре часа. Я прошел к Бентли. Пикар следовал за мной, не вынимая руку из кармана. Я сел за руль и завел двигатель. Выехал со стоянки и повернул на север. Промчался 14 миль по шоссе за 12 минут. Пикар заставил меня поехать в Бентли, а не в своем седане. А то у него были причины. Дело было не только в том, что он хотел большего простора для своих ног. В Бентли машина очень приметная. Это должно было стать дополнительной страховкой. Взглянув в зеркало заднего вида, я увидел неприметный седан, ярдых в ста позади. В нем двое. Я пожал плечами. Сбавил скорость и посмотрел налево на склады у развилки. Развернулся и выехал на автостраду. Помчался вперед. Времени оставалось очень мало. Автострада привела нас к развязке на юго-восточной окраине Атланты. Покружив, я выехал на шоссе И-20 и поехал на восток, никуда не сворачивая, миля за милей, с двумя парнями в неприметном седане в стоярдах позади. — Так где же он? — спросил Пикар. Он заговорил впервые, с того момента, как мы вышли из полицейского участка. Посмотрев на него, я пожал плечами. — Понятия не имею. Единственное, что могу предложить, отыскать его приятеля в Агасте. — Что это за приятель? — Некий Леннон. — В Агасте? — переспросил Пикар. — В Агасте, — подтвердил я. — Именно туда мы и направляемся. Пикар проворчал что-то нечленораздельное. Мы ехали дальше. Седан не отставал. — И что это за тип из Агасте? — спросил Пикар. — Этот Леннон. — Я же сказал, приятель Хаббла. — У Хаббла нет знакомых в Агасте. — Неужели ты думаешь, что мы это не проверили? Я пожал плечами, ничего не ответил. — Дружище, не вздумай водить меня за нос, — угрожающе произнес Пикар. — Клинеру это не понравится. И для твоей женщины так будет хуже. Жестокость у старика через край бьет. Поверь мне, я видел его в деле. — Когда, например? — Не раз. — Например, в среду в аэропорту. — Молли Бетт. — Например, в воскресенье. Дома у Моррисонов. Клинер там был. — Он получил огромное наслаждение, — подтвердил Пикар. — И он, и его чертов сын. Ты оказал миру большую услугу, избавив его от этого психопата. — Ты бы его видел в воскресенье. Мы устроили нашим двоим фараонам выходной. Нехорошо заставлять их потрошить собственного начальника. Вместо них пришли мы с Клинером. Старик наслаждался каждым мгновением происходящего. Как я уже сказал, жестокость через край бьет. Так что ты постарайся сделать так, чтобы я позвонил вовремя. А то твою подружку будут ждать большие неприятности. Какое-то время я молчал. Я встретил мальчишку-клинера в воскресенье. Он забирал свою мачеху из кафе. Около половины одиннадцатого. Он тогда таращился на меня. Мальчишка как раз закончил потрошить Моррисонов. — Это старик-клинер убил моего брата? — Наконец спросил я. — Четверг ночью? — Разумеется. Двадцать второй калибр с глушителем. Его любимое оружие. А затем мальчишка пинал его ногами. Пикар пожал плечами. — Он словно обезумел. У него не все дома. — А Моррисон должен был замести следы? — Должен был, — проворчал Пикар. — Этот осел должен был сжечь трупы в машине. Но он не смог найти столяра. Поэтому оставил оба трупа на месте. — А клинер убил восьмерых в Луизиане, так? — снова спросил я. Пикар рассмеялся. — Восемь. Это только те, о которых узнали. Осел Спиренца целый год шел по следам клинера. Искал выплаты наемному убийце. А никакого наемного убийцы не было. Клинер занимался этим сам. Что-то вроде хобби. Понятно? — Ты уже тогда был знаком с ним? — Я знаю клинера с незапамятных времен. Добился того, что меня назначили от бюро поддерживать контакты с Спиренцей. И замял все результаты расследования. Мы молча проехали еще мили-две. Двое парней в неприметном седане держались в сотне ярдов за Бентли. Вдруг Пикар повернулся ко мне. — Этот тип Леннон. Он еще одна ищейка из казначейства, работающая на твоего брата, так? — Это приятель Хаббла, — поправил я. — Черт, аз два. Мы проверили. У него нет друзей в Агасте. Проклятие! У него вообще нет друзей. Хаббл считал своим другом клинера. А ведь тот дал ему работу. Пикар захихикал. Его огромная туша тряслась от веселья. — Как и Финли считал тебя своим другом, верно? — заметил я. Он пожал плечами. — Я пытался отговорить его. Предупреждал. А что мне еще оставалось делать? Умереть ради него. Я ничего не ответил. Мы молча ехали вперед. Седан упрямо держался в ста ярдах позади. — Нам нужно заправиться, — сказал я. Нагнувшись, Пикар посмотрел на стрелку указателя топлива, приблизившуюся к красной отметке. — Свернешь на ближайшую заправку. У городка с названием Мэдисон я увидел знак заправки. Свернул с шоссе и поставил Бентли у самой дальней колонки. — Ты будешь заправлять, — небрежно спросил я. Пикар удивленно посмотрел на меня. — Нет. За кого ты меня принимаешь, черт возьми? Сам заправишь. Именно этот ответ я и хотел услышать. Я вышел из машины. Пикар тоже вышел. Неприметный седан остановился за нами, и из него вылезли двое. Я посмотрел на них. Это были те самые латиноамериканцы, с которыми я столкнулся в Нью-Йорке, на людной улице неподалеку от Колумбийского университета. Тот, что пониже, был в плаще цвета хаки. Я приветливо кивнул ребятам. По моим расчетам, им оставалось жить меньше часа. Они подошли и встали рядом с Пикаром. Сняв шланг, я вставил пистолет в бензобак Бентли. Бензобак был большой, вместимостью больше двадцати галлонов. Я засунул палец под курок пистолета, чтобы бензин лился неполной струей. Держа пистолет одной рукой, я развернулся и прислонился к машине. У меня мелькнула мысль, не начать ли насвистывать. Пикар и латиноамериканцы потеряли ко мне всякий интерес. Поднялся ветер, и они ежились, спасаясь от холода. ***Достав из кармана столовые приборы, прихваченные у Инна, я воткнул нож в покрышку рядом со своим коленом. С того места, где ставил Пикар, это, наверное, выглядело так, будто я решил почесать ногу. Затем я взял вилку и отогнул один зубец. Вставил его в порез и обломил, оставив в покрышке полдюйма стали. Закончил заправлять машину и повесил пистолет на колонку. — Заплатишь? — окликнул я Пикара. Очнувшись, тот пожал плечами. Достал пачку купюр и отправил коротышку в плаще в кассу. Затем мы сели в машину. — Подожди, — сказал Пикар. Я дождался, когда седан за нами завел двигатель и дважды мигнул фарами. Потом аккуратно выехал на шоссе и плавно надавил на газ. Поехал дальше. Мимо снова стали мелькать дорожные указатели. Да, газ-ты 70 миль. Да, газ-ты 60 миль. Да, газ-ты 40 миль. Старый Бентли, тихо урча двигателем, катил по шоссе. Спокойный и непоколебимый. Латиноамериканцы не отставали. Небо впереди потемнело. Над Атлантикой уже опустилась ночь. Мы ехали вперед. Заднее колесо спустило милях в двадцати от Агасты. Была половина восьмого. Начинало смеркаться. Сзади послышался стук, машина стала вилять из стороны в сторону. — Проклятие! — выругался я. Колесо спустило. — Сворачивай на обочину, — приказал Пикар. Я съехал с шоссе. Седан остановился позади. Мы вышли из машин, все четверо. Ветерок сменился холодным ветром, дующим с востока. Поежившись, я открыл багажник. Достал куртку с пистолетом, ножом и дубинкой. И натянул ее, торопясь согреться. — Запаска под полом багажника, — окликнул я Пикара. — Не хочешь помочь мне вытащить эту коробку? Подойдя ко мне, Пикар посмотрел на коробку, набитую однодолларовыми бумажками. — Мы сожгли не тот дом, — рассмеялся он. Вдвоем мы вытащили тяжелый ящик и поставили его на землю. Затем Пикар достал револьвер и направил на меня. Его огромный пиджак хлопал на ветру. — Пусть колесо сменят эти малыши, — сказал агент ФБР. — А ты встань рядом с ящиком и не двигайся. Подозвав латиноамериканцев, он приказал им приниматься за работу. Те нашли в багажнике домкрат и гаечный ключ. Подняли машину и сняли колесо. Вытащили запаску и поставили на место. Тщательно затянули болты. Я стоял рядом с картонной коробкой, набитой деньгами, ежась на холодном ветру, кутаясь в куртку. Засунув руки в карманы, переминаясь с ноги на ногу, строя из себя человека, замерзшего от безделья. Я дождался, когда Пикар подойдет к колесу, проверяя затяжку болтов. Он надавил всем своим весом на гаечный ключ и послышался скрежет металла. Раскрыв нож Моррисона, я шагнул вперед и разрезал сбоку коробку из-под кондиционера, затем сверху, потом с другого боку до самого низа. Прежде чем Пикар успел направить на меня револьвер, коробка раскрылась, словно кузов самосвала, и ветер, подхватив сто тысяч долларовых купюр, швырнул их на шоссе снежным зарядом. В это же самое мгновение я перескочил через бетонное ограждение на обочине и скатился с невысокой насыпи. Выхватил дезерт игл. Выстрелил в коротышку в плаще, перелезшего через ограждение следом за мной, но промахнулся и лишь зацепил его ногу. На шоссе грузовик с лобовым стеклом, залепленным однодолларовыми бумажками, слетел на обочину и врезался в неприметный седан. Пикар пробирался через бумажную вьюгу к откосу. Послышался визг тормозов. Машины пытались объехать перегородивший дорогу грузовик. Перекатившись, я прицелился и выстрелил во второго латиноамериканца. Попал ему в грудь, и он кубарем свалился ко мне. Коротышка в плаще, с криком катался по земле, зажимая кровавленное колено, и пытался достать маленький пистолет, который он демонстрировал мне в Нью-Йорке. Я сделал третий выстрел и попал ему в голову. Тут я увидел, что Пикар навел на меня свой револьвер. Завывал ветер, на шоссе гудели машины. Водители выскакивали на дорогу, ловя кружащиеся в воздухе деньги. Наступил хаос. «Не стреляй, Пикар!» — крикнул я. «Иначе ты не найдешь Хаббла!» Он это понимал. Понимал, что без Хаббла он труп. Клинер не простит ему неудачу. Пикар стоял, целясь мне в голову, но не стрелял. Взбежав на откос, я обогнул машину, держа его под прицелом Дезерт Игла. «Ты тоже меня не убьешь!» — крикнул Пикар. «Мой звонок — единственная надежда спасти твою женщину. Помни об этом! У тебя нет выбора!» «Знаю, Пикар!» — проорал я в ответ. «Я не буду в тебя стрелять, а ты?» Он покачал головой. «Нет, Ричард!» Сложилась патовая ситуация. Мы ходили вокруг Бентли, держа побелевшие от напряжения пальцы на спусковых крючках, заверяя друг друга, что не станем стрелять. Пикар говорил правду, но я лгал. Дождавшись, когда он поравняется с грузовиком, а я окажусь рядом с Бентли, я нажал на спусковой крючок. Пуля 44-го калибра, попав в Пикара, отбросила его огромную тушу назад на искорежный металл. Я не стал дожидаться ответного выстрела. Захлопнув крышку багажника, я прыгнул за руль. Завел двигатель и рванул с места, сжигая покрышки. Вывернулся обочины, объезжая людей, ловящих доллары. Вдавил педаль в пол и помчался на восток. «Еще двадцать миль. Это заняло у меня двадцать минут. Я тяжело дышал. Меня трясло от прилива адреналина. Пытаясь унять сердцебиение, я жадно глотал ртом воздух. Наконец издал торжествующий вопль. Громко закричал вслух. С Пикаром покончено». Глава тридцать первая. Когда я доехал до пригородов Агасты, уже стемнело. Как только многоэтажные здания стали попадаться часто, я съехал с шоссе. Проехал по улицам и свернул к первому же встречному мотелю. Запер Бентли и забежал в контору. Подошел к столику администратора. Тот поднял взгляд. «У вас найдется номер?» — спросил я. «Тридцать шесть долларов». «Телефон в номере есть?» «Естественно. А также кондиционер и кабельное телевидение». «А телефонный справочник?» — продолжал я. Администратор кивнул. «Схема Агасты есть?» — спросил я. Он показал пальцем в сторону полки рядом с автоматом, торгующим сигаретами, заваленной картами и рекламными проспектами. Достав из кармана пачку купюр, я отсчитал тридцать шесть долларов. Бросил их на столик, заполнил карточку. Записал себя, как Роско Финлия. «Двенадцатый номер», — сказал администратор и протянул ключ. Схватив с полки схему, я выскочил из конторы. Пробежал по коридору до двенадцатого номера. Вошел и запер за собой дверь. Я не стал осматривать номер. Лишь убедился, что в нем есть телефонный справочник. Я лег на кровать и развернул схему. Раскрыл телефонный справочник на букве О. Отели. Список оказался огромным. В Агасте сотни мест, где можно за деньги снять койку на ночь. Поэтому я обратился к схеме. Сосредоточился на полоске длиной полмили и шириной четыре квартала по обе стороны от шоссе, входящего в город с запада. Это была зона поисков. Затем я отсек отели, стоящие прямо на шоссе. Отсек те, до которых было больше двух кварталов. Сосредоточил внимание на том, что находилось в промежутке от четверти до половины мили от шоссе. Получился неровный квадрат со стороной в четверть мили. Положив рядом справочник, я составил список. Восемнадцать отелей. Одним из них был тот самый, в котором я сейчас лежал. Поэтому я снял трубку и набрал цифру ноль. Мне ответил администратор. «У вас остановился Пол Леннон?» — спросил я. Последовала пауза. Он листал карточки. «Леннон?» «Нет, сэр». «Извините». Я положил трубку. Сделал глубокий вдох, собираясь силами. Взял список. Позвонил в первый отель. «У вас остановился Пол Леннон?» Пауза. «Нет, сэр». Я стал двигаться вниз по списку. Звонил в один отель за другим. «У вас остановился Пол Леннон?» — спрашивал я. Следовала пауза, в течение которой администратор проверял карточки. Иногда я слышал шелест страниц. Кое-где стояли компьютеры, и я слышал стук клавиш. «Нет, сэр». Следовал неизменный ответ. Я лежал на кровати, поставив телефон на грудь. Я уже дошел до номера 13 в списке из 18 отелей. «У вас остановился Пол Леннон?» — спросил я. Пауза. Шелест страниц. «Нет, сэр», — ответил 13-й администратор. «Извините», — сказал я. Положил трубку. Сняв ее снова, я набрал номер 14-го отеля. Он был занят, поэтому я нажал на рычажки и набрал номер 15-го отеля. «У вас остановился Пол Леннон?» Пауза. «Номер 120», — ответил 15-й администратор. «Благодарю вас». Я положил трубку, откинулся на кровать, закрыл глаза. Выдохнул. Поставил телефон на ночной столик и сверился со схемой. 15-й отель находился в трех кварталах от того места, где я сейчас был, к северу от шоссе. Оставив ключи от номера на кровати, я вышел к машине. Двигатель был еще теплым. Я пробыл в номере около 25-ти минут. Мне пришлось проехать три квартала на восток, прежде чем я смог сделать левый поворот. Затем три квартала на север, прежде чем я смог сделать другой. Я двигался по ломанной спирали. Наконец я нашел 15-й отель и остановился у входа. Зашел в вестибюль. Заведение оказалось довольно убогим, грязным, тускло освещенным, похожим на пещеру. «Я могу быть вам чем-нибудь полезным?» — спросил администратор. «Нет». Я прошел по стрелке по узкому коридору. Нашел номер 120. Постучал в дверь. Загремела цепочка, я не двигался с места. Дверь приоткрылась. «Привет, Ричард». «Привет, Хаббл». Ему хотелось засыпать меня вопросами, но я молча потащил его к машине. На вопросы и ответы у нас было четыре часа дороги. Нам нужно было трогаться в путь. Я на два часа опережал график. Мне хотелось, чтобы так было и дальше. Я собирался положить эти два часа в банк. Возможно, они понадобятся мне позже. Хаббл держался неплохо. Он не рассыпался на части. Шесть дней он провел в бегах, и это пошло ему на пользу. Помогло избавиться от самодовольного лоска. Сделало его более жилистым и упругим. Ближе к тому типу, который предпочитал я. На нем была одежда из дешевого универмага и носки. Он был в старых очках в простой стальной оправе. Электронные часы стоимостью семь долларов прикрывали полоску бледной кожи на том месте, где был Ролекс. В целом Хаббл напоминал водопроводчика или владельца небольшого магазинчика. ***Вещей у него не было. Он путешествовал налегке. Окинув взглядом свой номер, Хаббл вышел следом за мной. Казалось, он не мог поверить, что его бродячая жизнь закончилась. Он будет по ней тосковать. Мы прошли через темный вестибюль и оказались на улице. Хаббл остановился, увидев стоящую у входа машину. — Ты приехал в машине, Чарли? — Она очень тревожится. Попросил меня найти тебя. Он кивнул. Недоуменно посмотрел на Бентли. — А почему стекла тонированные? Улыбнувшись, я пожал плечами. — Не спрашивай. Долгая история. Я завел двигатель и отъехал от отеля. Хаббла подмывала спросить меня, что с Чарли, но что-то его беспокоило. Я отметил, что как только он приоткрыл дверь своего номера, его захлестнула волна облегчения. Но Хаббл сдержался. Это был вопрос честолюбия. Он пустился в бега и спрятался. Ему казалось, это получается у него хорошо. Но он ошибался, потому что я его нашел. И сейчас это не выходило у него из головы. Хаббл испытывал одновременно облегчение и разочарование. — Черт возьми, как ты меня нашел? — наконец спросил он. Я пожал плечами. — Без труда. У меня большой опыт. Я несколько лет ловил дезертиров. Я петлял по улицам, пробираясь к шоссе. Впереди виднелся поток огоньков, текущих на запад, но развязка оставалась недоступной наградой в центре лабиринта. Я выписывал в обратную сторону ту же самую ломаную спираль, которую уже прошел, въезжая в город. — И все же. Как тебе это удалось? — не унимался Хаббл. — Я ведь мог быть где угодно. — Нет, не мог. В этом-то все и дело. И это облегчило поиски. У тебя не было ни кредитных карточек, ни водительских прав, ни документов, только наличные деньги. Поэтому ты не мог сесть на самолет и взять машину на прокат. Ты вынужден был пользоваться одними автобусами. Наконец я добрался до развязки, вцепился в рулевое колесо, сосредоточившись на том, чтобы перестраиваться из ряда в ряд. Нажал на педаль, вливаясь в поток машин, направляющихся в Атланту. — Это стало отправной точкой, — продолжал я. — Затем я влез в твою шкуру, психологически. Ты ужасно переживала за свои семьи, поэтому я предположил, что ты будешь кружить вокруг Маргрейва, оставаясь от него на некотором удалении. Таким образом, ты сознательно или подсознательно чувствовал бы связь с родными. Ты доехал на такси до автовокзала Атланты, верно? — Верно, — подтвердил Хаббл. Первым оттуда отходил автобус до Мемфиса, но я подождал следующего. Мемфис слишком далеко. Я не хотел уезжать так далеко. — Это все здорово упростило, — сказал я. — Ты кружил вокруг Маргрейва. Не приближался и не удалялся. Против часовой стрелки. Если предоставить человеку свободу выбора, он всегда будет двигаться против часовой стрелки. Это вселенская истина, Хаббл. Так что мне достаточно было считать дни, смотреть на карту и прикидывать, какой скачок ты совершишь. По моим подсчетам, в понедельник ты был в Бирмингеме, штат Алабама. Во вторник — в Монтгомери. В среду — в Коламбусе. С четвергом у меня возникли проблемы. В конце концов, я остановился на Мейконе, хотя это слишком близко к Маргрейву. Он кивнул. — Ох, четверг был настоящим кошмаром, — признался он. — Я остановился в Мейконе, в какой-то ужасной дыре, и всю ночь не мог сомкнуть глаз. — Так что утром в пятницу ты очутился здесь, в Агасте, — продолжал я. — Второй раз я рискнул по-крупному, предположив, что ты проведешь здесь две ночи. Я решил, что Мейкон выбил тебя из колеи, вымотал все силы. Если честно, полной уверенности не было. Я едва не отправился в Гринвилл, штат Южная Каролина. Но, как выяснилось, я все же сделал правильное предположение. Хаббл умолк. Он мнил себя невидимым, но на самом деле он кружил вокруг Маргрейва, словно это был маяк, озарявший ночное небо. — Но я назвался вымышленным именем, — наконец сказал он, — с вызовом. — Ты использовал пять вымышленных имен, — поправил я. Пять ночей, пять отелей, пять вымышленных имен. В действительности, пятое имя совпало с первым, так? Он был поражен, подумав, неуверенно кивнул. — Черт побери, как ты догадался? — Мне приходилось выслеживать самых разных людей, а тебе я кое-что знал. — Что? — Ты одержим Битлз. Ты сам говорил мне о центре Дакоты и Ливерпуле. Дома у тебя есть все мыслимые компакт-диски Битлз. Так что в первый вечер ты зашел в какой-то отель и назывался Полом Ленноном, верно? — Верно. — Не Джоном Ленноном, — продолжал я. — Как правило, со своим именем человек предпочитает не расставаться. Вот так ты стал Полом Ленноном. Во вторник ты был Полом Маккартни. В среду Полом Харрисоном. В четверг Полом Старом. В пятницу, в Агасте, ты начал круг заново и снова стал Полом Ленноном, так? — Так, — уныло подтвердил Хаббл. — Но ведь в Агасте миллион отелей. Здесь часто проходят спортивные состязания, устраиваются всевозможные съезды. — Проклятие! Как ты узнал, где меня искать? — Я долго думал над этим. Ты попал сюда в пятницу утром, приехал с запада. Такие люди, как ты, обычно возвращаются пешком назад по тем местам, которые только что видели. Им кажется, что так безопаснее. Ты провел в автобусе четыре часа, у тебя затекли все мышцы, ты хотел подышать свежим воздухом. Так что некоторое время ты шел, где-то с четверть мили. Затем вдруг запаниковал и свернул шоссе. Прошел квартал или два. Так что на самом деле зона поисков была достаточно небольшой. Восемнадцать отелей. Ты оказался в пятнадцатом по счету. Хаббл покачал головой. Его одолевали противоречивые чувства. Мы неслись по темному шоссе. Огромный старый Бентли пожирал расстояние, чуть превышая максимально допустимую скорость. «Как сейчас обстоят дела в Маргрейве?» Наконец спросил Хаббл. Это был очень общий вопрос. Хаббл задал его осторожно, опасаясь услышать ответ. Я задумался, что ему сказать. Чуть сбросил скорость. На тот случай, если он потеряет выдержку и бросится на меня. Я не хотел разбивать машину. У меня не было на это времени. — Мы по уши в дерьме, — наконец сказал я. — У нас около семи часов, чтобы из него выбраться. Худшее я оставил напоследок. Я сказал, что в понедельник Чарли с детьми забрал агент ФБР, так как ему угрожала опасность. Затем я добавил, что фамилия этого агента — Пикар. В машине наступила мертвая тишина. Так продолжалось 3-4 мили. Это было даже нечто большее, чем тишина. Это был убийственный вакуум молчания. Как будто с нашей планеты сорвало всю атмосферу. Эта тишина ревела и гудела у меня в ушах. Затем Хаббл начал сжимать и разжимать кулаки. Качаться взад-вперед на большом кожаном сидении. Но он молчал. Никак не реагировал. Его сознание просто закрылось в раковине, отказываясь что-либо воспринимать. Словно щелкнул выключатель, разорвавший электрическую цепь. Новость была слишком огромной и страшной. Хаббл просто молча смотрел на меня. — Хорошо, — наконец сказал он. — Значит, ты должен их вернуть, так? Я снова прибавил скорость. Помчался к Атланте. — Я их верну, — сказал я. Но мне нужна твоя помощь. Вот почему я тебя разыскал. Он кивнул, словно пробил барьер. Перестал беспокоиться и начал расслабляться. Он находился на том ровном плато, где человек просто делает то, что от него требуется. Я знал это место. Мне самому приходилось там бывать. В двадцати милях от Агасты мы увидели впереди включенные мигалки и фонари регулировщиков, указывающих на объезд. На встречной полосе произошла авария. Грузовик врезался в стоящий на обочине седан. Повсюду стояли в беспорядке другие машины. Весь асфальт был усеян какими-то обрывками. Люди ползали по шоссе, собирая их. Мы медленно проехали мимо. Хаббл сидел, уставившись в окно. «Я очень сожалею по поводу твоего брата», — сказал он. «Я ничего не знал. Наверное, он был убит из-за меня, да?» Он паник. Но мне было нужно, чтобы он продолжал говорить. Он должен держать себя в руках. Поэтому я задал ему вопрос. Я ждал целую неделю, чтобы его задать. «Черт побери! А ты как в это вляпался?» Хаббл пожал плечами, шумно вздохнул. Как будто сам не мог поверить, что это с ним случилось. Как будто не представлял себе, что могло быть иначе. «Я потерял работу», — начал он. Простая констатация. «Я был на грани отчаяния. Озлоблен и расстроен. И напуган, Ричард. Понимаешь, мы жили как в сказке. Золотая мечта. Идиллия. Я зарабатывал кучу денег и тратил кучу денег. Все было просто великолепно. Но вдруг до меня начали доходить слухи. Операции с наличностью оказались под угрозой. К работе моего отдела стали присматриваться внимательнее. Я вдруг понял, что от катастрофы меня отделяет только одна выплата. И вот мой отдел закрыли. Меня выставили за дверь. Поток чеков с зарплатой иссяк. «И?» — спросил я. «Я был сам не свой. Бесился от злости. Я столько горбатился на этих ублюдков. Я прекрасно знал свое дело. Я приносил своему банку огромную прибыль. Вдруг меня просто отшвырнули, словно кусок дерьма, прилипший к ботинку. Еще я до смерти перепугался. Всему тому, к чему я привык, должен был прийти конец. Я устал. Не хотел начинать на новом месте с самого начала. Я уже слишком стар. У меня нет сил. Я просто не знал, что делать дальше». Тут подвернулся Клинер. Хаббл кивнул. Побледнел. «Он каким-то образом проведал о том, что со мной случилось. Наверное, ему рассказал Тил. Тил знает все обо всех. Через пару дней мне позвонил Клинер. Я даже не успел ни о чем рассказать Чарли. Не мог решиться. Клинер предложил встретиться с ним в аэропорту. Он как раз прилетел на своем личном самолете из Венесуэлы. Мы слетали пообедать на Багама. Если честно, я был очень польщен. «И?» Клинер обхаживал меня как мог. Сказал, что хочет помочь мне выбраться из ямы. Предложил плюнуть на банки и заняться настоящим делом. За настоящие деньги. Вместе с ним. Я тогда о нем почти ничего не знал. Конечно, мне было известно про фонд и про то, что у него есть деньги. Но лично мы с ним еще не встречались. Судя по всему, он был удачливым предпринимателем. Очень умным. И вот мы сидим в его личном реактивном самолете. Он предлагает мне работать вместе с ним. Не на него, а вместе с ним. Я был польщен. Я был в отчаянии. Я переживал за будущее. Поэтому я согласился. «Ну, а потом?» Спросил я. Клинер перезвонил на следующий день. Сказал, что присылает за мной самолет. Мне предстояло лететь в Венесуэлу и встретиться с Клинером на его заводе. Я так и поступил. Пробыл там всего один день. Ничего не увидел. Потом Клинер отвез меня в Джексонвиль. Неделю я провел в конторе, а потом было слишком поздно. Я не мог выпутаться. «Почему?» «Эта неделя стала кошмаром», — сказал Хаббл. «Кажется, срок такой короткий. Да, всего неделя. Клинер хорошо поработал надо мной. Первый день сплошная лесть и искушение. Он обещал мне огромный оклад, премии, все, что захочу. Мы ходили в клубы и рестораны. Клинер просто сорил деньгами. Во вторник я приступил к работе. Сама работа стала для меня вызовом. Она оказалась необычайно трудной после того, чем я занимался в банке. Очень специализированный. Разумеется, Клинеру были нужны наличные, но только однодолларовые купюры. Ничего, кроме однушек. Я понятия не имел, зачем. Еще Клинер требовал отчетность, очень строгую. А, я с этим справился. А как босс, Клинер был очень мягкий. Не давил, не приставал. В общем, никаких проблем. Проблемы начались в среду. «Какие?» В среду я спросил у Клинера, в чем дело. И он мне все рассказал. Рассказал, чем именно занимается. И добавил, что теперь я тоже этим занимаюсь. Стался участником. И должен молчать. В четверг мне стало плохо. Я не мог поверить в то, что со мной происходит. Сказал Клинеру, что хочу выйти из игры. Тогда он отвез меня в какое-то жуткое место. Там был его сын. С ним были двое латиноамериканцев. И еще один человек, посаженный на цепь. Клинер объяснил, что этот человек попытался его предать. Предложил мне смотреть очень внимательно. Потом сын Клинера избил этого человека, превратив его в месиво. Прямо у меня на глазах. А затем латиноамериканцы достали ножи и разделали беднягу на части. Вся комната была забрызгана кровью. Это было ужасно. Я не мог поверить своим глазам. Меня рвало. Продолжай. Какой-то кошмар, сказал Хаббл. Ночью я не мог заснуть. Мне казалось, я больше никогда не смогу спокойно спать. В пятницу утром мы полетели домой. Мы с Клинером сидели рядом в его маленьком самолете. И он предупредил меня, что со мной произойдет. Пригрозил, что расправится не только со мной, но и с Чарли. Он обсуждал со мной, какой сосок отрезать первым. Левый или правый. А затем, когда нас уже не будет в живых, с кого из детей начать? С Люси или Бена? Это был просто кошмар. Клинер сказал, что меня прибьют гвоздями к стене. Я обделался от страха. Когда мы приземлились, Клинер позвонил Чарли и настоял на том, чтобы прийти поужинать в гости. Он сказал, что теперь мы работаем вместе. Чарли очень обрадовался, потому что Клинер — такая большая шишка в нашем округе. Полный кошмар. Потому что я был вынужден притворяться, будто все в порядке. Я даже не сказал Чарли, что меня выгнали с работы. А этот ублюдок весь вечер любезничал с Чарли и детьми и улыбался мне. Мы умолкли. Я снова обогнул юго-восточные пригороды Атланты, ища поворот на шоссе на юг. Мерцающие огни большого города остались справа от нас. Слева темнели просторные поля сельскохозяйственного юго-востока. Отыскав автостраду, я помчался на юг, к одной маленькой точке в этой черной пустоте. — Что потом? — спросил я. — Я начал работать на складе, — сказал Хаббл. — Именно там я был больше всего нужен клинеру. — Чем ты занимался? — Разбирал приходящие деньги. У меня был небольшой кабинет, я упорядочивал однодолларовые бумажки, после чего наблюдал за погрузкой и отправкой. — Шофером был Шерман Столлер, — уточнил я. — Он самый. Ему доверяли ездить во Флориду. Я раз в неделю отправлял с ним миллион купюр. Иногда, когда у Шермана был выходной, это поручали одному из охранников, но, как правило, возил деньги он сам. Он же помогал мне нагружать коробки. Нам приходилось работать как сумасшедшим. Миллион долларов однушками — впечатляющее зрелище. Ты даже представить себе не можешь. Это все равно, что пытаться вычерпать воду из бассейна половником. Но Шерман крал деньги. Правда? Хаббл кивнул. Вот, светя от приборной панели, я увидел, как блеснула стальная оправа его очков. — В Венесуэле деньги тщательно пересчитывали, — подтвердил он. — Примерно через месяц я получал итоговые цифры. С их помощью я проверял формулу, по которой определял количество купюр через их вес. Много раз недоставало около ста тысяч. Такую ошибку я совершить не мог. Суммы сравнительно небольшие, потому что в год мы делали безупречных фальшивок на четыре миллиарда. Так что кому какое дело до подобных мелочей? Но каждый раз пропадала целая коробка. Отклонение чересчур большое. И в конце концов я пришел к выводу, что Шерман время от времени крадет по коробке. — И? — Я его предупредил, — продолжал Хаббл. — Я хочу сказать, я не собирался никому про это говорить. Я просто попросил Столлера быть осторожнее, потому что если Клинер узнает о воровстве, он его убьет. Заодно и у меня могли возникнуть неприятности. Я и так переживал по поводу того, чем вынужден заниматься. Это было какое-то безумие. Клинер возил в страну море фальшивок. Не мог удержаться. На мой взгляд, это делало аферу чересчур заметной. Тил разбрасывал фальшивки, словно конфетти, обустраивая город. — А как насчет последних двенадцати месяцев? — спросил я. Пожав плечами, Хаббл покачал головой. — Нам пришлось прекратить отправку. Этому положила конец операция береговой охраны. Клинер решил наращивать запасы. По его расчетам, операция не могла продлиться долго. Он знал, что у береговой охраны нет средств. Но операция все не сворачивалась. Это был ужасный год. Напряжение нарастало. А когда береговая охрана все же сдалась, нас это застигло врасплох. Клинер полагал, операция продлится минимум до ноября, до президентских выборов. И мы оказались не готовы к отправке. Совсем не готовы. Деньги просто свали на огромной куче, и они еще не уложены в коробке. — Когда ты связался с Джо? — С Джо? Так звали твоего брата? Я знал его как Поло. Я кивнул. — Поло. Место, где он родился. Городок на Лейте. Это один из филиппинских островов. Больница была переоборудована из бывшего собора. В семь лет мне там делали прививки от малярии. Хаббл немного помолчал, словно желая почтить память моего брата. — Я позвонил в казначейство около года назад, — сказал он. — Я не знал, с кем еще связываться. Не мог обратиться в полицию из-за Моррисона, не мог обратиться в ФБР из-за Пикара. Поэтому я позвонил в Вашингтон и, в конце концов, попал на человека, назвавшегося Поло. Он оказался очень умным и хитрым. Я думал, ему удастся положить этому конец. — Я понимал, лучше всего нанести удар сейчас, пока Клинер сидит на горе денег, когда против него море улик. Увидев знак заправки, я молниеносно принял решение и свернул с автострады. Хаббл наполнил бак. Отыскав в мусорном баке пустую пластиковую бутылку, я попросил его наполнить ее. — Это еще зачем? — спросил он. — Я пожал плечами. — Мало ли что. Хаббл не стал расспрашивать дальше. Расплатившись, мы выехали на шоссе. Поехали дальше на юг. До Марграева оставалось полчаса езды. Приближалась полночь. — Что заставило тебя в понедельник податься в бега? — спросил я. — Мне позвонил Клинер. Сказал, чтобы я оставался дома. Сказал, что за мной придут двое. Я спросил, в чем дело, а он ответил, что во Флориде возникла какая-то проблема, и мне придется с ней разбираться. — Ну? — Я ему не поверил, — продолжал Хаббл. Как только Клинер упомянул про двоих, я вспомнил, что произошло в Джексонвилле в самую первую неделю. Я испугался. Вызвал такси и смылся. — Ты правильно поступил, Хаббл, — заверил я его. — Ты спас свою жизнь. — Знаешь что? Я вопросительно взглянул на него. — Если бы Клинер сказал, что за мной придет человек, я бы не обратил внимания. Понимаешь, если бы он сказал, оставайся дома, за тобой придет человек, я бы купился. Но он упомянул двоих. — Он совершил ошибку, — согласился я. — Знаю. Но никак не могу в это поверить. Клинер никогда не ошибается. Я покачал головой, усмехнулся в темноту. — Он совершил ошибку в прошлый четверг. Большие хромированные часы на приборной панели «Бентли» показывали ровно полночь. Мне было нужно завершить все к пяти утра. Значит, у меня в запасе остается пять часов. Если все пойдет хорошо, это гораздо больше, чем мне требуется. Если же я все испорчу, то не имеет значения, было у меня пять часов, пять дней или пять лет. В таких делах дается только одна попытка. Пришел и победил. — В армии мы говорили так. Сделать один раз и так, как надо. Сейчас я хотел добавить «сделать быстро». — Хаббл, — окликнул я своего спутника. — Мне нужна твоя помощь. Очнувшись от размышлений, он повернулся ко мне. — Что я должен сделать? — Я говорил в течение последних десяти минут езды по автостраде. Повторял снова и снова, до тех пор, пока Хаббл все твердо не запомнил. Я свернул с автострады в том месте, где она встречается с шоссе на Маргрейв. Пронесся мимо складов и дальше 14 миль до города. Сбавил скорость, проезжая мимо полицейского участка. Там было тихо, свет нигде не горел. Стоящая рядом пожарная часть также выглядела покинутой. Весь город казался притихшим и пустынным. Единственный огонек горел в парикмахерской. Я свернул направо на Бэкман-драйв и поднялся в гору к дому Хаббла. Повернул у знакомого белого почтового ящика и закрутил рулевое колесо по изгибам дорожки. Остановился у двери. — Ключи от моей машины в доме, — сказал Хаббл. — Дверь открыта. Он поднялся на крыльцо, осторожно толкнул пальцем выломанную дверь, так, словно она могла быть заминирована. Я проводил его взглядом. Через минуту Хаббл снова вышел на улицу. У него в руке были ключи, но он не направился прямо в гараж. Он подошел ко мне. — Там, внутри, полный разгром. Что здесь было? — Я устроил у тебя дом из-за подню, — объяснил я. Четыре типа топтались по всем комнатам, разыскивая меня. А в ту ночь шел сильный дождь. Нагнувшись, Хаббл пристально посмотрел на меня. — Те самые? Я хочу сказать, те, кого бы прислал клинер, если бы я проговорился. Я кивнул. Они пришли со всем снаряжением. Мне было видно лицо Хаббла в тусклом отсвете приборной панели. Его глаза были широко раскрыты, но он меня не видел. Он видел то, что столько времени снилось ему в кошмарных снах. Наконец Хаббл медленно кивнул. Протянул руку и пожал мне плечо. Не говоря ни слова. Затем развернулся и ушел. Я сидел в машине и недоумевал, как всего неделю назад мог ненавидеть этого парня. Воспользовавшись передышкой, я перезарядил Desert Eagle. Заменил четыре патрона, израсходованные на шоссе под Агастой. Наконец Хаббл вывел из гаража свой темно-зеленый Бентли. Двигатель был холодный, и из выхлопной трубы выходила струйка белого пара. Хаббл показал мне поднятый вверх большой палец. Я последовал за белым облачком по дорожке и вниз по Бекман-драйв. Наша величественная процессия проехала мимо церкви и свернула направо на главную улицу. Два роскошных старинных автомобиля, едущие друг за другом по спящему городу, готовые к сражению. — Хаббл остановился в сорока ярдах от здания полицейского участка. Свернул на обочину, как я ему и говорил. Погасил фары и стал ждать, не глуша двигатель. Я проехал мимо и поставил машину на самом дальнем месте от входа. Вышел, оставив все четыре двери открытыми. Достал из кармана большой пистолет. Ночной воздух был холодным. Тишина стояла сокрушающе. Я отчетливо слышал шум двигателя машины Хаббла, стоявшей в сорока ярдах. Я снял дезерт-игл с предохранителя. Щелчок прозвучал оглушительно громко. Подбежав к участку, я упал на землю. Прополз вперед так, чтобы можно было заглянуть под массивную стеклянную дверь. Смотрелся и прислушался. Затаил дыхание. Я смотрел и слушал долго, чтобы быть полностью уверенным. Затем я встал и поставил пистолет на предохранитель. Убрал его в карман. Произвел мысленные расчеты. Пожарная часть и полицейский участок находятся в трехстах ярдах от северного конца главной улицы. Дальше по шоссе, в восьмистах ярдах, ресторан «Ино». Я прикинул, самое раннее к нам смогут прибыть через три минуты. Две минуты прийти в себя, и одна на то, чтобы добежать до главной улицы. Значит, у нас есть три минуты. Для полной гарантии делим это время пополам. Итого девяносто секунд от начала до конца. Выбежав на середину шоссе, я махнул рукой Хаббл. Его машина съехала с обочины, и я побежал к входу в пожарную часть. Остановился у широких красных ворот и стал ждать. Хаббл развернул старый Бентли на узком шоссе. Поставил его прямо напротив ворот, задом ко мне. Вспыхнули огни заднего хода. Взревел двигатель, и большая старая машина понеслась задом на меня. Она разгонялась до самого конца и врезалась в ворота пожарной части. Старый Бентли весил не меньше двух тонн и без труда сорвал металлические створки с петель. Раздался страшный грохот и скрежет металла, звон разбитых задних фонарей и шум оторвавшегося заднего бампера, упавшего на бетон. Прежде чем Хаббл успел переключить передачу вперед и выехать из пробитой дыры, я залез в щель между воротами и косяком. Внутри было темно, но я без труда нашел то, что искал. Это было закреплено на борту пожарного грузовика, горизонтально, на уровне глаз. Огромные кусачки, длиной не меньше четырех футов. Сорвав их с крепежа, я бросился к выходу. Как только Хаббл меня увидел, он описал широкую дугу. Зад Бентли был изуродован. Крышка багажника хлопала, жестяные листы были смяты и искорежены. Но машина выполнила свою задачу. Развернувшись, Хаббл встал напротив двери полицейского участка. Задержался на мгновение и вдавил в пол педаль газа. Понесся на массивные стеклянные двери, на этот раз передом. Старый Бентли пробил двери, разлетевшиеся дождем осколков, и врезался в стол сержанта. Протащил его в дежурное помещение и остановился. Я бежал следом за ним. Финли стоял в средней камере, застыв от шока. Он был прикован за левую руку к решетке, отделявшей его от последней камеры. У задней стены. Лучше не придумаешь. Я убрал обломки стола, расчищая перед Хабблом дорогу. Махнул рукой. Он вывернул руль и сдал назад на освободившееся место. Я сдвинул к стенам столы в дежурном помещении, освобождая путь. Обернулся и подал знак. Теперь передок машины был искорежен не меньше зада. Крышка капота вздыбилась, радиатор лопнул. Снизу вытекала зеленая жидкость. Сверху со свистом вырывался пар. Фары были разбиты. Бампер прижался к колесу. Но Хаббл делал свое дело. Он держал машину на тормозах, газуя на максимальных оборотах. Как я и сказал. Машина задрожала, срываясь с тормозов. Она понеслась вперед, настоящего в средней камере Финлея. Врезалась в титановые прутья под углом и разорвала их пополам, словно топор, брошенный в штакетник. Капот Бентли взлетел вверх. Лобовое стекло взорвалось. Искорежный металл громыхал и визжал. Хаббл затормозил в ярде от Финлея. Изуродованная машина застыла под громкое шипение пара. В воздух поднялось густое облако пыли. Нырнув сквозь образовавшееся отверстие в камеру, я схватил кусачками звено наручников, которыми Финлей был прикован к решетке. Надавил со всей силы на четырехфутовые ручки, перекусывая сталь. Вручив Финлею кусачки, я потащил его из камеры. Хаббл вылезал из Бентли через стекло. При ударе двери смялись и не открывались. Я помог Хабблу выбраться из машины, а затем сунул руку в салон и вырвал ключи из замка зажигания. Затем мы втроем пробежали через дежурное помещение хрустя битым стеклом и оказались на улице. Подбежали ко второму Бентли и попрыгали внутрь. Я завел двигатель и с ремом рванул со стоянки. Выскочил на шоссе и полетел к городу. Финлей на свободе. От начала до конца прошло ровно 90 секунд. Глава 32 Вторая Субтитры подогнал «Симон» У северного конца главной улицы я сбросил скорость и тихо покатился на юг по сонному городку. Мы все молчали. Хаббл лежал на заднем сидении, приходя в себя. Финлей сидел рядом со мной, напряженно уставившись прямо перед собой. Все тяжело дышали. Мы попали в зону затишья, следующую за стремительной вспышкой опасности. «Часы на приборной панели показывали час ночи. Я собирался подождать до четырех утра. У меня особое отношение к этому времени. В армии мы называли его временем КГБ. Говорят, русские чекисты предпочитали стучать в дверь своим жертвам именно в это время. В четыре часа утра. Якобы это позволяло им добиваться максимального успеха. В такое время у жертв обычно бывал упадок сил, и они не оказывали сопротивления. Мы сами время от времени проверяли это. Лично я неизменно добивался успеха. Так что я решил дождаться четырех утра. Последний раз. Последний квартал я петлял по переулкам за домами. Погасил фары и в темноте подкатил к парикмахерской. Заглушил двигатель. Финли огляделся вокруг и пожал плечами. Визит в парикмахерскую в час ночи — не более сумасшедший поступок, чем въезд в здание на машине стоимостью сто тысяч долларов. Тем более это не сравнится с десятью часами, проведенными в заперти в клетке по воле безумца. После двадцати лет в Бостоне и шести месяцев в Маргрейве Финли больше ничему не удивлялся. Хаббл, сидевшись сзади, наклонился к нам. Он никак не мог прийти в себя. Ему пришлось трижды сознательно наезжать на препятствия. Столкновения покрыли его синяками и ссадинами и лишили сил. Ему требовалось много мужества, чтобы давить на педаль, направляясь на одну твердую преграду за другой. Хаббл выдержал. На такое способен далеко не каждый. Однако теперь настало время расплаты. Я выскочил из машины и подал знак Хабблу. Он присоединился ко мне, остановился, немного пошатываясь. «Ты как?» — спросил я. Он пожал плечами. «Кажется, я ушиб колено, и шея чертовски болит. Походи, разомнись. Не стой на месте». Я прошелся вместе с ним по темному переулку. Десять шагов туда и десять обратно. Несколько раз. Хаббл прихрамывал на левую ногу. Вероятно, дверь вмяла внутрь, и она придавила ему колено. Он крутил головой, разминая затекшие мышцы шеи. «Ну, как, полегче?» — спросил я. Хаббл улыбнулся и тотчас поморщился, хрустнул выбитый сустав. «Ничего, жить буду», — усмехнулся он. К нам присоединился Финлей. Он тоже никак не мог отойти. Потягиваясь, подошел к нам, улыбнулся. «Отлично сработано, Ричард. А я гадал, как, черт побери, ты собираешься меня вытаскивать. Что случилось с пекаром?» Я сложил из пальцев пистолет. Так это делают дети. Финлей кивнул. Он слишком устал, чтобы обсуждать это сейчас. Я пожал ему руку. Посчитал, что обязан это сделать. Затем развернулся и тихо постучал в дверь черного входа парикмахерской. Она сразу отворилась. За ней стоял старший из двоих стариков. Казалось, он нас ждал. Он распахнул дверь, словно дворецкий из старых времен. Пригласил нас войти. Мы по одному прошли через коридор в кладовку. Остановились перед полками, заваленными горами косметических средств. Сморщенный старый негр посмотрел на нас. «Нам нужна ваша помощь», — сказал я. Он пожал плечами. Поднял руку цвета красного дерева, приглашая подождать. Шаркая ногами, прошел в зал и вернулся уже со своим напарником. С тем, который моложе. Негры принялись обсуждать мою просьбу громким хриплым шепотом. «Наверх», — наконец сказал тот, что моложе. Мы поднялись по узкой лестнице. Прошли в жилые помещения, расположенные над парикмахерской. Старики-негры провели нас в гостиную. Задернули шторы и зажгли две тусклые лампы. Предложили нам садиться. Помещение было маленьким и убого обставленным, но чистым. От него веяло уютом. Я подумал, что если у меня когда-нибудь будет своя комната, мне бы хотелось, чтобы она выглядела вот так. Мы сели. Младший из стариков остался с нами, а второй снова удалился шаркой ногами. Закрыл за собой дверь. Мы переглянулись. Затем парикмахер подался вперед. «Ребята, вы не первые, кто прячется у нас», — сказал он. Финли переглянулся с нами. По молчаливому согласию заговорил от нашего имени. «Вот как?» «Нет, сэр, не первые», — заверил его парикмахер. «У нас много кто прятался. И не только ребята, но и девчата». «А кто именно?» — спросил Финли. «Да, все кто угодно. У нас скрывались члены сельскохозяйственного профсоюза с арахисовых ферм. Девчата, боровшиеся за гражданские права во время регистрации избирателей. Ребята, не желавшие отправляться во Вьетнам. У нас перебывали все». Финли кивнул. «А теперь пришли мы». «У вас неприятности?» — спросил старик. «Крупные неприятности», — снова кивнул Финли. «Грядут большие перемены». «Мы их ждали», — сказал негр. «Давно ждали». «Неужели?» — удивился Финли. «Кивнув, старый парикмахер поднялся с места. Подошел к большому комоду. Открыл дверцу и предложил заглянуть внутрь. Комод был глубокий, в нем было много полок. Все полки были заполнены деньгами. Кирпичиками банкнот, соединенных резинками. Комод был заполнен сверху донизу. Всего в нем лежало не меньше двухсот тысяч долларов». «Деньги фонда Клинера», — пояснил старик. «Нам их просто бросали. Тут что-то не так. Мне 74 года. 70 лет. Все, кому не лень, мочились на меня. Теперь меня бросают деньги». «Тут что-то не так, верно?» Он закрыл дверцу. «Мы их не тратили. Просто складывали в комод. Вы воюете с фондом Клинера?» «Завтра никакого фонда Клинера больше не будет», — сказал я. Старик молча кивнул, посмотрел на закрытый комод и покачал головой. Вышел и оставил нас одних в небольшой уютной гостиной. «Придется непросто», — сказал Финлей. «Нас трое, и их трое. Они удерживают четверых заложников, в том числе двоих детей. Мы даже не знаем точно, где находятся заложники». «На складе», — решительно заявил я. «Это точно. Где еще они могут быть? У Клинера не осталось людей, чтобы содержать их где-нибудь в другом месте. И ты слышал кассету?» Обратил внимание на гулкое эхо. «Это ангар. Точно тебе говорю». «Какую кассету?» — встрепенулся Хаббл. Финлей посмотрел на него. «Роско заставили обратиться к Ричару», — сказал он. «Эта кассета должна была доказать, что она действительно у них в руках». «Роско?» — спросил Хаббл. «А Чарли?» Финлей покачал головой. «Только Роско», — солгал он. Хаббл кивнул. Ямысленно отметил умный ход. Выпускник Гарварда. Мысль о том, что Чарли держали перед микрофоном, приставив нож к горлу, могла столкнуть Хаббла с обрыва. С плато, вниз, в пропасть, где от него не будет никакого толку. «Они на складе», — повторил я. «Несомненно». Хаббл знал склад достаточно хорошо. Он проработал там почти полтора года. Поэтому мы насели на него, заставив подробнейшим образом описать склад изнутри. Отыскав бумагу и карандаш, попросили Хаббла нарисовать план. Мы снова и снова проверяли этот план, нанося на него двери, лестницы, расстояния, детали. У нас появился чертеж, которого не постеснялся бы и архитектор. Ангар стоял последним в ряду из четырех таких же, на отдельной огороженной территории. От соседнего, где хранились удобрения, он был отделен проволочным забором. Между забором и стеной ангара с трудом мог пройти человек. Вдоль остальных трех сторон проходил внешний забор, которым была обнесена вся территория складов. Сзади забор подступал к стене ангара довольно близко, но перед воротами мог спокойно развернуться грузовик. Большие подъемные ворота занимали почти всю переднюю стену. В дальнем углу имелась небольшая дверь на уровне земли. Прямо за этой дверью находился механизм ворот. Слева начиналась открытая металлическая лестница, ведущая в кабинет. Сам кабинет находился в задней части просторного склада, приподнятый над землей футов на сорок. Для того, чтобы наблюдать за происходящим на складе, в кабинете имелись большие окна, а спереди была небольшая площадка. В задней стене кабинета дверь, ведущая к пожарному выходу, открытому металлическому трапу, закрепленному снаружи на стене ангара. «Так», — сказал я, — «кажется, все понятно». Финлей пожал плечами. «Меня беспокоит возможное подкрепление. Охранники у наружных ворот». «Подкрепление не будет», — заверил его я. «Вня больше беспокоит ружья. Помещение большое, а в нем двое детей». Финлей мрачно кивнул. «Он понял, что я имею в виду. Ружье выбрасывает широкий конус свинца. Ружья и дети несовместимы». Мы умолкли. «Времени было почти два часа ночи. Ждать осталось полтора часа. Мы тронемся в половине четвертого. Прибудем на место в четыре. Мое любимое время нападения». Ожидание. Солдаты в окопе. Летчики перед вылетом. Мы молчали. Финлей задремал. Ему уже приходилось проходить через подобное. Вероятно, много раз. Он вытянулся на стуле, свесив левую руку. На запястье болтался перекушенный наручник, похожий на серебряный браслет. Хаббл сидел неестественно выпрямившись. Для него это было впервые. Он суетился, сжигая энергию. Я не мог его в этом винить. Хаббл постоянно украткой бросал на меня взгляды. В его глазах горели вопросы. Я молча пожимал плечами. В половине третьего раздался стук в дверь. Тихое постукивание. Дверь приоткрылась. Вернулся старший из стариков. Он просунул в щель узловатый дрожащий палец, указывая прямо на меня. «Сынок, кое-кто хочет с тобой встретиться», — сказал он. Финлей, проснувшись, стрепенулся. Хаббл был перепуган. Я сделал знак оставаться на местах. Встал и достал из кармана пистолет. Щелкнул предохранителем. Старик, засуетившись, махнул рукой. «Это тебе не понадобится, сынок. Совсем не понадобится». Он сгорал от нетерпения. Кивнул, предлагая подойти к нему. Я убрал пистолет. Переглянувшись со стальными, пожал плечами и вышел вслед за стариком. Он провел меня в крохотную кухоньку. Там на табурете сидела очень старая женщина. Такого же красновато-бурого цвета, тощая, как палка. Она была похожа на старое дерево зимой. «Это моя сестра», — сказал старик-парикмахер. «Вы ее разбудили своей болтовней». Шагнув к старухе, он заговорил ей прямо в ухо. «Вот тот парень, о котором я тебе рассказывал». Подняв взгляд, старуха улыбнулась. Мне показалось, из-за туч выглянуло солнце. На мгновение я увидел красоту, которой эта женщина обладала давным-давно. Она протянула руку. Я ее пожал. Словно прикоснулся к тонким проволокам в мягкой сухой перчатке. Старик-парикмахер оставил нас одних. Уходя, он задержался рядом со мной. «Спроси ее о нем». Он закрыл за собой дверь. Я не упускал руку старухи. Присел рядом на корточке. Она не пыталась высвободить свою руку, лежавшую высохшей коричневой веточкой в моей лапе. «Я плохо слышу», — сказала негритянка. «Тебе придется нагибаться к самому уху». Я склонился к ней. От нее пахло, как от высохшего цветка. Как от увядших лепестков. «Так слышно?» — спросил я. «Хорошо слышно, сынок». «Я спрашивал у вашего брата насчет слепого Блэйка». «Знаю, сынок. Он мне говорил». «Он сказал, вы его знали», — произнес я старухе прямо в ухо. «Конечно знал. И очень хорошо». «Вы не расскажете о нем?» Она печально посмотрела на меня. «А что рассказывать? Его уже так давно нет в живых». «Каким он был?» Старуха не отрывала от меня взгляды. Ее глаза затуманились. Она вернулась назад, в прошлое, на шестьдесят, семьдесят лет. «Он был слепой». Некоторое время она молчала. Ее губы беззвучно дрожали. На жилистом запястье сильно стучал пульс. Старуха повела головой, словно пытаясь услышать доносящиеся издалека слабые отголоски. «Он был слепой», — повторила она. «Но он был замечательным парнем». Ей было больше девяносто лет. Она была ровесницей двадцатого века. Поэтому она обратилась к тому времени, когда ей было лет двадцать-тридцать. Не к своему детству. Она вспоминала молодость. А Блейк был для нее замечательным парнем. «Я пела», — продолжала старуха. «А он играл на гитаре. Знаешь, такое старое выражение. Он играл на гитаре, как будто звонил в колокольчик. Вот так я говорила про Блейка. Он брал свой старый инструмент. И ноты извлекались быстрее, чем их можно было спеть. Каждая звучала маленьким серебряным колокольчиком. Зависала в воздухе. Так мы играли и пели всю ночь. Утром я вела Блейка на лужайку, и мы садились под каким-нибудь старым тенистым деревом. Снова пели и играли. Просто потому, что нам нравилось. Просто потому, что я умела петь, а он играть на гитаре. Старуха в полголоса промурлыкала пару нот. Ее голос оказался на октаву ниже, чем можно было ожидать. Она была такой тонкой и хрупкой, что я думал услышать высокое срывающееся сопрано. Но старуха запела низким, грудным контральтом. Субтитры создавал DimaTorzok Я попытался вернуться вместе с ней в далекое прошлое и представил их с Блейком на зеленой лужайке. Сочный аромат пылевых цветов, ленивое жужжание насекомых, а двое молодых людей сидят под деревом, поют и играют на гитаре, радуясь жизни. Исполняют те гневные, непокорные песни, за которые я так любил Блейка. «Что с ним случилось?» — спросил я. «Вы знаете?» Старуха кивнула. «Это знают два человека на всем белом свете. Я одна из них». «Вы мне не расскажете. Я, в общем-то, именно за этим и приехал сюда». «Шестьдесят два года», — сказала она. «Шестьдесят два года. Я не говорила об этом ни одной живой душе». «А мне вы расскажете?» Старуха кивнула. Печально. Ее старческие глаза затуманились слезами. «Шестьдесят два года», — повторила она. «Ты первый, кто спросил меня об этом». Я затаил дыхание. Ее губы дрожали. Рука, зажатая в моей руке, тряслась. Он был слепой, но очень живой. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Живой. Подвижный. Жизнерадостный. Всегда улыбающийся. Энергия из него била ключом. Ходил быстро. Говорил быстро. Постоянно в движении. На лице все время обаятельная улыбка. Однажды мы вышли из клуба, здесь, в этом городе, и шли по тротуару, болтая и смеясь. На улице больше никого не было, кроме двух белых, шедших нам навстречу. Мужчина и мальчик. Увидев их, я соскочил из тротуара, как нам и предписывалось поступать. Встал в грязь, пропуская их. Но бедняга Блейк был слепой. Он их не увидел. Налетел на мальчишку. Мальчишке было лет десять-двенадцать. Блейк столкнул его с тротуара. Белый мальчишка ударился головой о камень и заорал благим матом. С ним был его папаша. Я его знала. В нашем городе он был большой и важной шишкой. Мальчишка кричал, не умолкая. Требовал, чтобы его папаша наказал нигера. Папаша вышел из себя и набросился на Блейка. Принялся колотить его своей палкой. С большим серебряным набалдашником. Он бил беднягу Блейка до тех пор, пока не раскроил ему голову, словно лопнувший арбуз. Забил его до смерти. Затем он взял мальчишку и повернулся ко мне. Заставил набрать воды из корыта, из которого поели лошадей, и смыть с его трости волосы и мозги бедняги Блейка. Приказал никому не говорить о случившемся, пообещав в противном случае убить и меня. Поэтому я спряталась и дождалась, пока прохожие нашли тело бедняги Блейка. Тогда я тоже стала голосить вместе со всеми. До сего дня я не обмолвилась об этом ни одной живой душе. Большие слезинки, наворачиваясь на глаза, медленно стекали по высохшим щекам. Протянув руку, я осторожно вытер их. Взял старуху за обе руки. Кто был этот мальчишка? С тех пор я постоянно встречаюсь с ним. Каждый божий день я вижу его мерзкую ухмылку и вспоминаю беднягу Блейка, лежащего на земле с раскроенной головой. Кто он? Повторил я. Это произошло случайно. Бедняга Блейк был слепой. Он сбил мальчишку ненарочно. Тому незачем было так вопить. Он был уже достаточно взрослым. Он нарочно так кричал. Кто это был? Снова спросил я. Повернувшись, старуха посмотрела мне прямо в глаза. Сказала тайну, которой было уже шестьдесят два года. Гровер, Тилл, он вырос и стал мэром, как и его папаша. Манит себя хозяином мира, но на самом деле он просто капризный мальчишка, из-за которого убили моего беднягу Блейка. Просто так, потому что он был слепой и чернокожий. Глава 3 Мы сели в черный Бентли Чарли, стоявший в переулке за парикмахерской. Все молчали. Я завел двигатель, развернулся и поехал на север, не зажигая фар, медленно. Большой темный седан катился в темноте, словно ночное животное, покинувшее логово. Словно большая черная субмарина, отходящая от причала и погружающаяся в ледяную воду. Я выехал из города и остановился, не доезжая до полицейского участка. — Мне нужно оружие, — сказал Финлей. Мы пробрались через развороченные входные двери. Бентли Хаббла стоял в дежурном помещении, неподвижно застыв в полумраке. Передние шины спустили, и машина осела на капот. Сильно пахла бензином. Наверное, бензобак оказался пробит. Крышка багажника вздыбилась вверх, так как весь зад был смят. Хаббл даже не взглянул на свою машину. Финлей пробрался мимо искореженного Бентли в свой кабинет и скрылся внутри. Мы с Хабблом ждали среди груда осколков. Все, что осталось от входных дверей. Появился Финлей с револьвером из нержавеющей стали и коробком спичек. Ухмыляющийся. Он махнул рукой, предлагая нам выйти на улицу, и чиркнул спичкой. Бросил ее в заднюю часть изуроданного зеленого Бентли и поспешил следом за нами. «Отвлекающий маневр», — сказал он. «Выезжая со стоянки, мы увидели разгорающееся пламя. Яркие голубые языки бежали по ковру волнами, накатывающими на берег моря. Огонь охватил расщепленное дерево и покатился дальше, подпитываясь большим бензиновым пятном. Пламя сменило свой цвет на желтый и оранжевый. В дыру, образовавшуюся на месте входа, потянуло воздух. За считанные минуты занялось все здание. Усмехнувшись, я поехал по шоссе. Большую часть пути я ехал с включенными фарами. Ехал быстро. На это ушло минут двенадцать. За четверть мили до места назначения я погасил фары. Съехал с дороги. Развернул машину передом на юг, к городу. Оставил двери незапертыми. Ключ в замке зажигания. Хаббл взял большие кусачки. Финлей проверил револьвер, захваченный из участка. Пошарив под сидением, я нашел пластиковую бутылку, наполненную бензином. Сунул в карман к дубинке. Бутылка была тяжелая. Оттянула куртку вправо. Дезерт Игл оказался чуть ли не на груди. Финлей дал мне спички, и я положил их в другой карман. Мы постояли на обочине. Переглянулись. Направились прямо через поле к расщепленному дереву. Его силуэт четко вырисовывался в свете луны. Нам потребовалось две минуты, чтобы добраться до него. Мы неслышно ступали по влажной земле. Остановились рядом с изувеченным стволом. Я забрал кусачки у Хаббла. Мы снова переглянулись и направились к проволочному ограждению, проходившему вдоль задней стены склада. Времени было без десяти четыре. С тех пор, как мы покинули горящий полицейский участок, никто не произнес ни слова. От дерева до ограждения было семьдесят пять ярдов. Это заняло у нас минуту. Мы остановились у пожарной лестницы, прямо напротив того места, где она была вмурована в бетонную отмостку, проходящую вдоль всего ангара. Финли и Хаббл схватили проволоку, натягивая ее, а я последовательно перекусил все звенья. Сталь поддавалась легко, словно мягкие корешки. Я вырезал большой кусок, семь футов в высоту, до того места, где начиналась колючая проволока, и футов восемь в ширину. Мы шагнули в дыру. Подошли к лестнице. Остановились. Изнутри доносились какие-то звуки. Шаги и шорох, приглушенные эхом огромного пустого помещения. Я набрал полную грудь воздуха, подал остальным знак прижаться к металлической стене. Я до сих пор не знал, есть ли охранник на улице. Нутром я чувствовал, что подкрепления не будет, но Финли опасался по этому поводу, а я уже давно научился прислушиваться к таким людям, как Финли. Поэтому я приказал остальным стоять на месте, а сам осторожно заглянул за угол громадного сооружения. Пригнувшись, уронил с высоты в фут кусачки на бетон. Они произвели именно тот шум, какой был мне нужен. Как будто кто-то пытался проникнуть на охраняемую территорию. Зажав дубинку в правой руке, я прижался к стене и стал ждать. Финли был прав. Охранник на улице был. Но и я был прав. Подкрепление не пришло. Охранником оказался сержант Бейкер. Он обходил ангар снаружи. Я его сначала услышал и лишь потом увидел. Я услышал сдавленное дыхание и шаги по коридору. Бейкер обогнул угол ангара и остановился в ярде от меня. Застыл, увидев кусачки. В руке он держал полицейский револьвер 38-го калибра. Посмотрев на кусачки, он скользнул взглядом по забору, нашел вырезанную секцию, побежал к ней. И встретил свою смерть. Я что из силы огрел его по затылку дубинкой. Но Бейкер не упал. Он выронил револьвер, описал круг на ватных ногах. Ко мне подскочил Финли, поймал Бейкера за горло. Казалось, фермер сворачивает шею цыпленку. У Финли это получилось замечательно. На груди форменной рубашки у Бейкера до сих пор была бирка с фамилией. Первое, что я заметил 9 дней назад. Мы опустили тело на отмостку. Подождали 5 минут, тщательно прислушиваясь. Больше на улице никого не было. Мы вернулись к Хабблу. Я снова набрал полную грудь воздуха. Подошел к пожарной лестнице. Начал подниматься, бесшумно наступая на каждую ступеньку. Лестница была сварена из стальных прутев. Одно неуклюжее движение, и она зазвонит, как колокол. Финли поднимался следом за мной, держась правой рукой за поручень, сжимая в левый револьвер. Последним был Хаббл, от страха даже не дышавший. Мы медленно ползли вверх. Нам потребовалось несколько минут, чтобы преодолеть 40 футов. Мы двигались очень осторожно. Наконец оказались на маленькой площадке наверху. Я прижал ухо к двери. Тишина. Никаких звуков. Хаббл достал связку ключей. Стиснул в руке, чтобы они не звенели. Выбрал нужный. Медленно вставил его в замок. Мы затаили дыхание. Хаббл повернул ключ. Щелкнул язычок. Дверь приоткрылась. Мы затаили дыхание. Тишина. Ничего. Хаббл медленно, очень осторожно потянул дверь. Финли принял ее у него, открывая дальше. Передал дверь мне. Я распахнул ее до конца, прижал к стене и припер бутылкой с бензином. Из кабинета хлынул поток света, упавший на лестницу и отбросивший яркую полоску на ограду и землю. Изнутри ангар был освещен дуговыми лампами. Свет проникал в кабинет через большие окна. Я смог разглядеть все, что было внутри. От того, что я увидел, у меня остановилось сердце. Я никогда не верил в везение. У меня не было на то причин. Никогда не полагался на везение. Но сейчас мне крупно повезло. Тридцать шесть лет невезения смылись одним прекрасным зрелищем. Боги сидели у меня на плече, радостными криками призывая идти вперед. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, я одержал победу. Потому что на полу кабинета спали дети. Дети Хаббла, Бен и Люси. Лежа на пустых мешках. Спали крепко, разметавшись во сне. Как могут спать только невинные дети. Они были грязные. На них была одежда, в которой они ходили в понедельник в школу. Они напоминали маленьких беспризорных с выцветшей фотографией старого Нью-Йорка, крепко спящих на полу. Четыре часа утра. Мой счастливый час. Больше всего меня беспокоили дети. Именно они делали операцию неосуществимой. Я мысленно прокручивал это тысячи раз. Перебирал тысячи вариантов, пытаясь найти хоть что-нибудь удовлетворительное. Но я так ничего и не нашел. Конец всегда получался плохим. В штабном колледже это называлось неудовлетворительным результатом. Раз за разом у меня выходило, что дети валяются распростертые на полу, изрешеченные выстрелами из ружья. Дети и ружья несовместимы. Я всегда представлял себе всех четырех заложников и два ружья в одном месте. Я мысленно видел объятых ужасом детей, кричащую Чарли, грохочущие Итаки. Все рядом, в одном месте. Я так и не нашел никакого выхода. Если бы я мог отдать что-нибудь, все равно что. За то, чтобы дети мирно спали где-то отдельно, я отдал бы, не задумываясь. Моя мечта сбылась. Это случилось. Восторг ревел у меня в ушах торжествующими трибунами переполненного стадиона. Я повернулся к Хабблу и Финлею, обхватил их за головы, привлекая к себе. Заговорил неслышным шепотом. — Хаббл, бери девочку. Финлей, бери мальчишку. Сожмите им рты ладонью, чтобы не было ни звука. Отнесите их к дереву. Хаббл, потом ты отведешь их в машину. Оставайся с ними и жди. Финлей, ты возвращаешься сюда. Итак, за дело. Действуйте быстро и бесшумно. Достав Дезерт Игл, я снял его с предохранителя. Прижал запястье к дверной раме, держа под прицелом дверь в кабинет. Финлей и Хаббл пробрались внутрь, делая все как нужно. Низко пригибаясь, двигаясь неслышно. Они зажали ладонями маленькие рты, подхватили детей на руки, осторожно вернулись назад. Выпрямились и проскочили мимо дула моего огромного пистолета. Дети проснулись и начали вырываться. Уставились на меня широко открытыми глазами. Хаббл и Финлей вынесли их на площадку, бесшумно спустились вниз и отступил от двери. Нашел точку, откуда мог прикрывать их. Они медленно спустились по пожарной лестнице вниз, подошли к отверстию в ограждении, выбрались наружу. Шагнули в яркое пятно света, выплеснувшиеся на землю в сорока футах подо мной, и скрылись в темноте. Я расслабился. Опустил пистолет, прислушался. Услышал только слабый шелест, доносящийся из огромного металлического ангара. Я прокрался в кабинет, прополз к окну, медленно поднял голову и посмотрел вниз. Увидел зрелище, которое никогда не забуду. Под крышей ангара горело не меньше сотни дуговых ламп. Внутри было светло, как солнечным днем. Помещение было просторное, футов сто в длину, футов восемьдесят в ширину, высотой футов шестьдесят. Оно было завалено однодолларовыми купюрами. Огромный бархан бумажных денег занимал весь ангар. Банкноты были навалены у противоположной стены. Гора денег, высотой в пятьдесят футов. Огромный зеленый айсберг. У меня перехватило дыхание. В дальнем конце ангара я увидел Тила. Он сидел на склоне бумажной горы, футах в десяти от основания, положив на колени ружье. На фоне зеленой горы Тил казался карликом. Ближе ко мне, футах в пятидесяти, я увидел старика-клинера, сидящего выше на склоне. Сидящего на сорока тонных денег. Тоже с ружьем на коленях. Ружья были направлены на Роско и Чарли. Две крошечные фигурки в сорока футах подо мной. Женщин заставили работать. Роско держала в руках большую лопату. Такую, какими на севере расчищают дорожки от снега. Роско подгребала кучи долларов к Чарли. Та насыпала их в картонной коробке и уминала граблями. Вдоль стены у женщин за спиной стоял ряд запечатанных коробок. Впереди возвышалась огромная куча. Женщины трудились далеко внизу подо мной. Крошечные муравьи у подножья горы денег. Я затаил дыхание, зачарованно глядя вниз. Зрелище было немыслимое. В дальней части ангара стоял черный пикап клинера. Он въехал в ворота задом. Рядом стоял белый кадиллак Тила. Обе машины немаленькие. Но рядом с горой денег они казались точками. Игрушками на песчаном берегу. Картина вызывала благоговейный трепет. Фантастическая сцена из сказки. Огромная подземная пещера с изумрудными копьями. Ярко освещенные сотней дуговых ламп. Далеко внизу крошечные человеческие фигурки. Я не мог поверить своим глазам. Хаббл сказал, что миллион однушками впечатляющее зрелище. Сейчас передо мною были сорок миллионов. Меня добила высота кучи. Гора уходила вверх. Была в десять раз выше двух крохотных фигурок, копошащихся внизу. Выше дома. Выше двух домов, поставленных один на другой. Это было невероятно. Огромный ангар был наполнен массой денег. Сорока миллионами настоящих однодолларовых купюр. В движениях обеих женщин чувствовалось безразличие от крайней степени усталости. Так ведут себя солдаты, измученные долгим тяжелым маршем. Спят стоя, двигаются автоматически, в то время как их рассудок выпьет, требуя отдыха. Женщины насыпали охапки банкнотов из огромной кучи в ящики. Работа-то была безнадежной. Внезапное отступление береговой охраны застигло Клинера врасплох. Он оказался не готов. Склад был доверху набит деньгами. Роско и Чарли работали как рабыни. Тилл и Клинер равнодушно наблюдали за ними. Как будто знали, что это конец пути. Огромная груда денег похоронит их, поглотит, задушит. Послышался слабый стук ног Финдей на пожарной лестнице. Я ползком вернулся назад, и мы встретились на площадке. — Все в машине, — шепнул Финдей. — Что у нас здесь? — Два ружья готовы выстрелить, — прошептал я в ответ. — Роско и Чарли, похоже, в порядке. Он посмотрел в сторону яркого света, откуда доносился слабый шум. — Чем они там занимаются? — Сходи и посмотри сам, — предложил я. — Но только приготовься. Зрелище не для слабонервных. Мы прокрались в кабинет, подползли к окнам, медленно приподняли головы. Финдей увидел внизу фантастическую картину. Его взгляд заметался по ангару и остановился на мне. У него перехватило дыхание. — Господи. Я кивком предложил ему вернуться назад. Мы выбрались на площадку над пожарной лестницей. — Господи, — снова прошептал Финдей, — ты можешь в это поверить? Я покачал головой. — Нет, не могу. — Что будем делать? Я поднял руку, предлагая ему подождать. Ползком вернулся назад и выглянул в окно. Осмотрел весь ангар. Посмотрел туда, где сидел Тил, посмотрел на дверь кабинета, оценил сектор обстрела Клинера, прикинул, где могут оказаться Роско и Чарли. Я рассчитывал углы и оценивал расстояние. И в результате пришел к одному определенному заключению. Проблема была чертовски сложной. Старик Клинер был к нам ближе всего. Роско и Чарли находились между ним и Тилом. Самым опасным был Тил, потому что он занимал место в самой дальней части ангара. Как только я появлюсь на внутренней лестнице, все четверо посмотрят на меня. Клинер поднимет свое ружье, и Тил поднимет свое ружье. Они выстрелят в меня. Клинеру ничто не мешало. Он поднимет ружье на 60 градусов и будет стрелять, как охотник на уток. Но от Тила меня будут отделять Роско и Чарли. Тил будет стрелять по относительно пологой траектории. Он и так взобрался на 10 футов на склон горы Денег. Возвышение 30 футов на расстоянии 100 футов. Пологий угол. Градусов 15-20. А его итака предназначена для того, чтобы покрывать гораздо больший угол. Обе женщины попадут под смертоносный поток свинца. Тил их убьет. Как только он увидит меня и выстрелит, Роско и Чарли умрут. Я выпался с кабинета и присоединился к Финлею, ожидавшему на площадке. Нагнулся, поднял пластиковую бутылку с бензином. Наклонился к уху Финлея и объяснил ему, что делать. Мы пожептались, и он начал медленно спускаться по длинной металлической лестнице. Я вернулся в кабинет и осторожно положил дезертыгл на пол у внутренней двери, снятой из предохранителя. Подполз к окну, приподнял голову и стал ждать. Прошло три минуты. Я смотрел на ворота в противоположном конце ангара. Смотрел и ждал. Не отрывал взгляды от щели между низом створки и бетоном, прямо напротив меня. Смотрел и ждал. Прошло четыре минуты. Крошечные фигурки внизу продолжали суетиться под пристальным взглядом Тила. Клинер разобрался вверх по куче и столкнул ногой новый ручей купюр. Прошло пять минут. Клинер положил ружье. Он находился в тридцати футах от ружья на вершине горы, уставившись на маленькую бумажную лавину, стекающую к ногам Роско. Прошло шесть минут. Семь. Наконец я увидел темное пятно бензина, затекающее под ворота. Оно разлилось полукруглой лужицей. Продолжало увеличиваться. Достигло подножие громадного бархана долларов, в десяти футах ниже того места, где сидел Тил. Потекло дальше. Темное пятно на бетоне. Клинер продолжал разгребать ногами кучу банкнотов, в сорока футах от Тила, в тридцати футах от своего ружья. Я подполз к внутренней двери, нажал на ручку, убрал язычок. Поднял пистолет. Приоткрыл дверь наполовину, вернулся к окну, взглянул на растекающуюся лужицу бензина. Больше всего я боялся, что Тил учует запах. Это было слабое звено нашего плана. Но он ничего не мог почувствовать, потому что весь ангар был наполнен сильной, приторной вонью, буквально оглушившей меня, как только я открыл дверь. Спертый, кислый, затхлый. Запахом денег. Многих миллионов смятых и засаленных долларовых купюр, впитавших в себя зловоние потных рук и грязных карманов. Весь воздух был пропитан этим запахом. Я вспомнил, что так же пахли пустые коробки в гараже Шармана Столлера. Затхлый запах денег, бывших в употреблении. Наконец я увидел в щели под воротами языки пламени. Финлей бросил спичку. Огоньки были маленькие, голубоватые. Они пронеслись под створкой и расцвели на расплывшемся пятне, распустившимся цветком. Достигли подножье огромной зеленой горы. Вздрогнув, Тил оглянулся и увидел пламя, застыв от ужаса. Выпрямившись, я шагнул в дверь. Навел пистолет. Для упора положил запястье на стальные перила. Нажал на спусковой крючок и с расстояния сто футов снес Тилу голову. Пуля крупного калибра попала ему в висок, разорвав череп и разбрызгав его содержимое на стену ангара. А затем все пошло наперекосяк. Я увидел это словно в замедленной съемке, когда рассудок опережает движение. Моя рука повела пистолет влево, предугадывая движение клинера, который должен был прыгнуть за своим ружьем. Но клинер прыгнул вправо. Бросился вниз по склону, туда, где выронил ружье Тил. Он побежал не за своим ружьем. Он собирался воспользоваться оружием Тила. Теперь его выстрел будет сделан по смертоносной пологой траектории. Я увидел, как моя рука дернулась в обратную сторону, описала ровную дугу вслед за клинером, бежавшим, спотыкаясь по куче купюр. Вдруг послышался грохот выломанной служебной двери внизу, смешавшийся с эхом выстрела убившего Тила. В ангар, пошатываясь, вошел Пикар. Он был без пиджака. Его бескрайняя белая рубашка была пропитана кровью. Гигантскими прыжками агент ФБР приближался к женщинам. Он покрутил головой, и его правая рука начала подниматься в мою сторону. В здоровенной лапище был зажат крохотный револьвер 38-го калибра. В ста футах от него клинер подобрал ружье Тила, упавшее в ворох купюр. Огоньки рванули вверх по огромному бархану денег. Роска медленно обернулась ко мне. Чарли медленно развернулась в сторону Тила и начала кричать. Ее руки взметнулись к лицу. Рот раскрылся. Глаза закрылись. До меня плавно донесся ее крик, смешавшийся с затихающими отголосками выстрела Дезерт Игла и грохотом выбитой двери. Ухватившись за перила площадки, я дернулся вперед. Резко опустил пистолет и выстрелил. Попал Пикару в правое плечо за долю секунды до того, как он успел навести на меня свой револьвер. Пикар рухнул на пол, обливаясь кровью, а я снова попытался взять на прицел клинера. Мой мозг действовал совершенно отрешенно. Словно он решал чисто механическую задачу. Перед выстрелом в Пикара я напряг правое плечо, чтобы отдача подбросила ствол пистолета вверх. Это позволило мне выиграть какое-то мгновение. Я перевел мушку на противоположный конец ангара, почувствовал толщок в ладонь. Пороховые газы выбросили стрелянную гильзу и вогнали в патронник новый патрон. Клинер поднимал ствол и таки в облаке кружащихся долларовых бумажек, досылая патрон. Сквозь грохот выстрела, остановившего Пикара, я услышал сдвоенный щелчок затвора. Мое сознание рассчитало, что клинеру придется чуть поднять ствол ружья, чтобы попасть в меня верхом конуса смертоносного свинца. При этом низ конуса оторвет голову Роско и Чарли. Оно определило, что моей пуле потребуется чуть больше 7 сотых секунды, чтобы пролететь через весь ангар, и мне нужно целиться выше, в правое плечо клинера, чтобы моя пуля развернула его, отведя ружье от женщин. После этого мой мозг просто отключился. Передал мне всю необходимую информацию и приготовился праздно следить за тем, как я буду пытаться поднять руку быстрее, чем клинер поднимет ствол и таки. Это была гонка, агонизирующая медленных движений. Я стоял, перевесившись через перила, медленно поднимая руку, словно в ней была зажата непосильная тяжесть. Сотни футов от меня клинер медленно поднимал ружье, словно преодолевая сопротивление вязкого желея. Они поднимались вместе. Медленно, дюйм за дюймом, градус за градусом, выше и выше. Бесконечно долго. Всю мою жизнь. У подножия горы с треском бушевало пламя, ползущее наверх по груди купер. Желтые зубы клинера обнажились в волчьей усмешке. Чарли кричала. Роска медленно опускалась на пол, словно паутинка. Моя рука и ружье клинера медленно поднимались вверх, дюйм за дюймом. Моя рука оказалась первой. Я выстрелил и попал к клинеру в правую часть груди. Массивная пуля 44-го калибра сбила его с ног. Ствол и так и дернулся в сторону, и в этот момент клинер нажал на спусковой крючок. Прогремел оглушительный выстрел, и заряд свинца ушел в огромную кучу денег. В воздух тотчас же поднялось густое облако мелких бумажных клочев. Обрывки долларовых купюр разнесло по всему ангару. Они кружились плотно вьюгой и вспыхивали, опускаясь в огонь. Затем время возобновило свой ход, и я сбежал вниз по лестнице. Огонь взбирался по горе засальных бумажек быстрее, чем может бежать человек. Пробившись сквозь дым, я обхватил одной рукой Роска, а другой Чарли. Оторвал от земли и потащил назад к лестнице. Я ощущал ураганную тягу кислорода, всасываемого в щель под воротами и питающего пожар. Скоро занялся весь огромный ангар. Гигантский бархан купюр был охвачен огнем. Я бежал к лестнице, таща за собой обеих женщин. И налетел с разбегу прямо на Пикара. Он поднялся с пола прямо передо мной. От столкновения я потерял равновесие и отлетел назад. Пикар ревел, как громадный раненый медведь. Его правое плечо, изуродованное выстрелом, было залито кровью. Рубашка приобрела зловещий алый оттенок. Шатаясь, я поднялся на ноги, но Пикар ударил меня левой рукой. Удар был страшный. Я отшатнулся назад. Затем Пикар нанес второй удар по моей руке, и Desert Eagle загремел на бетонный пол. Вокруг нас ревел огонь. Мои легкие разрывались. Чарли Хаббл кричал в истерике. Пикар успел где-то потерять свой револьвер. Он стоял передо мной, покачиваясь взад-вперед, размахивая левой рукой и готовясь нанести новый удар. Сделав обманный выпад, я ударил его локтем в горло. Ударил с такой силой, с какой еще никогда никого не бил. Но Пикар лишь тряхнул головой и шагнул вперед. Выбросил вперед свой огромный левый кулак, сбив меня с ног в огонь. Я перекатился, выдыхая из легких чистый дым. Пикар приближался. Он остановился в куче горячих денег. Нагнулся и ударил меня ногой в грудь. У меня словно врезался грузовик. Куртка на мне загорелась. Сорвав ее с себя, я швырнул куртку в Пикара. Но он просто отмахнулся от нее и занес ногу назад для удара, который должен был меня убить. Вдруг его громадная туша задергалась, словно кто-то принялся бить его по спине молотком. Я увидел Финлия, стреляющего в своего вероломного друга из револьвера, захваченного из полицейского участка. Он всадил Пикару шесть пуль в спину. Развернувшись, Пикар посмотрел на него. Сделал шаг вперед. Курок револьвера Финлия щелкнул по стреляной гильзе. Я бросился на четвереньках за огромным израильским револьвером. Подобрал его с успевшего нагреться бетона и выстрелил Пикару в затылок. Пуля большого калибра раскроила ему череп. Ноги подогнулись под ним, и он стал падать. Я всадил в него оставшиеся четыре пули до того, как он рухнул на пол. Схватив Чарли, Финлий побежал через огонь. Я поднял Роско с пола и потащил ее за собой вверх по лестнице, в кабинет, на площадку и вниз по пожарной лестнице, а следом за нами неслось пламя. Мы пролезли в дыру в ограждении. Взяв Роско на руки, я побежал через поле к дереву. Раскаленный воздух сорвал с ангара крышу. Языки пламени взметнулись на сотню ярдов в ночное небо. Повсюду вокруг в воздухе летали обгоревшие однодолларовые купюры. Склад горел, как доменная печь. Я чувствовал жар спиной, а Роско сбивала с нас горящие обрывки банкнотов. Мы добежали до дерева, но не стали останавливаться. Побежали к дороге. Двести ярдов, сто ярдов. Позади послышался лязг и скрежет рухнувшего ангара. Впереди, рядом с Бентли, стоял Хаббл. Он распахнул задние двери и бросился за руль. Мы вчетвером втиснулись на заднее сидение, и Хаббл надавил на газ. Машина рванула вперед, двери захлопнулись. Дети сидели впереди. Оба кричали. Чарли кричала. Роско кричала. Я с каким-то беспристрастным любопытством поймал себя на том, что тоже кричу. Хаббл промчался милю по шоссе. Остановил машину, и мы высыпали из нее. Столпились кучей, обнимаясь, целуясь, плача. Четверо Хабблов обнялись вместе. Я, Роско и Финли обнялись вместе. Затем Финли начал плясать, вопить и смеяться, как сумасшедший, забыв свою бостонскую сдержанность. Роско съежил с моих объятий. Я смотрел на разгорающийся в миле от нас пожар. Огонь перекинулся на следующий склад. Начали взрываться мешки с азотными удобрениями и бочки с машинным маслом. Мы повернулись и смотрели на этот ад. Все семеро, выстроившись неровной цепочкой вдоль дороги. В миле от нас бушевала огненная буря. Огромные языки пламени взлетали вверх на тысячу футов. Взрывы бочек с маслом грохотали снарядами крупного калибра. В ночном небе миллионами оранжевых звезд парили горящие банкноты. Казалось, наступило свето-представление. «Господи!» — ахнул Финли. «И это сделали мы!» «Это сделал ты, Финли», — сказал я. «Это ты бросил горящую спичку». Рассмеявшись, мы обнялись. Мы плясали, смеялись и хлопали друг друга по спине. Мы подбрасывали детей в воздух, обнимали и целовали их. Хаббл обнимал меня и хлопал по спине. Чарли обнимал и целовала меня. Я подхватил Роско на руки и целовал ее долго и страстно, не в силах остановиться. Она обхватила меня ногами за талию и обвела шею руками. Мы целовались так, будто нам суждено умереть, если мы оторвемся друг от друга. Наконец, я медленно и осторожно поехал назад в город. Финли и Роско на переднем сиденье вместе со мной, четверо хабблов, втиснулись на заднее сиденье. Как только сзади исчезла зарева горящих складов, впереди показались отблески горящего полицейского участка. Проезжая мимо, я немного сбавил скорость. Пожар разбушевался не на шутку. Здание должно сгореть дотла. Вокруг толпились сотни людей, глазеющих на огонь. Никто даже не пытался его потушить. Я снова прибавил скорость, и мы пронеслись по притихшему городу. У памятника старику Каспару Тилу я свернул направо, на Бэкман-драйв. Объехал белую церковь. Проехал милю до ставшего таким знакомым белого почтового ящика у дома номер двадцать пять. Свернул с дороги и попетлял по дорожке. Задержался перед дверью дома ровно настолько, чтобы хабблы успели выскочить из машины. Развернулся и снова начал петлять по дорожке. Выехал на Бэкман-драйв и остановился. «Финлей, на выход!» Ухмыльнувшись, он вышел из машины. Скрылся в ночи. Я пересек главную улицу и подъехал к дому Роско. Остановился на обочине. Шатаясь, мы вошли в дом. Протащили по коридору шкаф и прислонили его к выбитой двери. Отгородились от окружающего мира. Глава 34 У нас с Роско ничего не получилось. Сказать правду и не могло ничего получиться. Этому мешало слишком много проблем. Наши отношения продолжались чуть больше суток, после чего все было кончено. Я снова оказался в пути. В пять часов утра в воскресенье мы подперли шкафом выбитую дверь. Мы оба с ног валились от усталости, но в нас еще кипел адреналин, поэтому мы не могли заснуть. Мы долго говорили. Чем больше мы говорили, тем хуже становилось. Роско провела в плену почти двое с половиной суток. Обращались с ней прилично. По ее словам, к ней пальцем не притронулись. Она здорово испугалась, но ее просто заставили работать. В четверг Пикар посадил ее в свою машину. Я проводил их взглядом. Помахал рукой. Роско рассказала Пикару о наших успехах. Проехав милю, он направил на нее пистолет. Разоружил ее, сковал наручниками и отвез на склад. Въехал на машине прямо в ангар, и Роско сразу же заставили работать вместе с Чарли Хаббл. Все то время, что я сидел под развилкой и наблюдал за складом, обе женщины трудились в поте лица. Это Роско разгружала тот красный грузовик, на котором приехал мальчишка Клинер. А я затем следил за этим грузовиком почти до самого Мемфиса, а потом недоумевал, почему он оказался пустым. Чарли Хаббл проработала на складе пять с половиной суток. С вечера понедельника. К тому времени Клинер начал паниковать. Береговая охрана свернула операцию слишком быстро. Он понимал, что придется работать очень быстро, чтобы избавиться от запасов. Поэтому Пикар отвез Хабблов прямо на склад. Клинер заставил заложников работать. Им давали поспать лишь несколько часов ночью на груди денег, прикованными наручниками к основанию стальной лестницы. Когда в субботу утром сын Клинера и двое охранников не вернулись на склад, старик совсем обезумел. Теперь у него вообще не осталось рабочих рук. Поэтому он заставил заложников работать круглосуточно. В субботу ночью они совсем не спали. Занимались сизифовым трудом, пытаясь набить гору денег в коробке. Но отставание только увеличивалось. С каждым новым грузовиком, вываливавшим свое содержимое на пол склада, Клинер заводился все больше и больше. Так что Роско почти три дня пробыла рабыней. Три долгих дня, полных страха и унижений. В этом был виноват я. Я так и сказал ей. Но чем больше я ее убеждал, тем больше она призывала меня не винить себя. Я говорил, что во всем виноват я. Она отвечала, что я ни в чем не виноват. Я просил у нее прощения. Она говорила, что моей вины нет. Мы слушали друг друга, принимая то, что говорил другой. Но я все же был уверен в том, что в случившемся виноват я один. Я не был убежден на сто процентов, что Роско не считает так же. Что бы она ни говорила. Мы не поругались. Но это стало первым смутным намеком на то, что в наших отношениях не все гладко. Мы помылись вдвоем в крохотном душе. Провели там почти целый час. Смывая запах денег, пота и огня. И разговаривая. Я рассказал Роско о том, что произошло в ночь с пятницы на субботу. О засаде под проливным дождем у дома Хаббла. Я рассказал ей все. О сумках с ножами, молотком и гвоздями. О том, что я убил пятерых. Я думал, Роско будет рада. Это стало второй проблемой. Вроде бы незаметной. Мы стояли под струями горячей воды. Я услышал что-то в голосе Роско. И едва заметную дрожь. Ни шок, ни одобрение. Просто намек на вопрос. А может быть, я перестарался? Я услышал это в ее голосе. Мне почему-то казалось, что я совершил это ради нее и Джо. Не потому, что мне этого хотелось. Джо занимался этим делом, а она здесь жила. Это был ее город, ее люди. Я совершил это потому, что видел Роско, заливающийся слезами, рыдающий так, будто у нее разрывалось сердце. Я совершил это ради Джо и Молли. В тот момент мне не нужно было больше никаких оправданий. Я все для себя оправдал. Сначала это вовсе не казалось проблемой. Душ снял с нас напряжение, вернул жизненные силы. Мы легли в кровать. Не стали задергивать шторы. День выдался восхитительный. На ярко-голубом небе сияло солнце. Воздух казался чистым и свежим. Все было так, как должно было быть. Каким должен быть новый день. Мы слились в объятиях любви. С огромной нежностью. С огромной энергией. С огромной радостью. Если бы в тот момент мне кто-то сказал, что ровно через день я снова буду в пути, я бы посчитал этого человека сумасшедшим. Я заверял себя, что никаких проблем нет. Что я их выдумал. А если и есть какие-то проблемы, то их можно объяснить последствиями стресса, прилива адреналина, усталостью, тем, что Роско побывала в заложниках. И восприняла это так, как воспринимает плен большинство заложников, испытывающих что-то вроде ревности в отношении тех, кто не был заложниками вместе с ними. Что-то вроде осуждения. А может быть, все дело было в первую очередь в чувстве вины, которое испытывал я. Да мало ли в чем. Я заснул в уверенности, что мы проснемся счастливыми, и я останусь здесь навсегда. Мы действительно проснулись счастливыми. Мы проспали далеко за полдень. Затем мы провели пару восхитительных часов под косыми лучами клонящегося к горизонту солнца, падающими в окно, целуясь и хохоча. Опять позанимались любовью. Нас подпитывала радость по поводу того, что мы живы, находимся в безопасности и вместе. Такого секса мы еще не знали. Как выяснилось, он оказался у нас последним. Тогда мы об этом еще не догадывались. Роско съездила на Бентли Кына за продуктами. Она отсутствовала час и вернулась с новостями. Она встретилась с Финлием, переговорила с ним по поводу того, что будет дальше. Это стало крупной проблемой, в сравнении с которой все остальные крошечные проблемы мы стали несущественными. «Ты бы видел здание полицейского участка», сказала Роско. «От него осталась куча золы, высотой в фут». Она поставила еду на поднос, и мы ели, сидя в кровати, жареных цыплят. «Все четыре склада сгорели дотла», продолжала Роско. «Взрывами обгорелые обломки разбросала до самой автострады. Вмешалась полиция штата. Пожарные машины пришлось вызывать из Атланты и Мейкона». «Вмешалась полиция штата?» — спросил я. Роско рассмеялся. «Теперь в это дело вмешались все. Оно разрастается, как снежный ком. Начальник пожарной охраны Атланты вызвал специалистов по взрывным устройствам, так как не знал, чем были вызваны взрывы. Специалисты по взрывным устройствам не могут ничего предпринять, не поставив в известность ФБР, поскольку речь может идти о терроризме, поэтому бюро тоже заинтересовалось этим делом. Потом, сегодня утром, подключилась Национальная гвардия». «Национальная гвардия? А она-то зачем?» «Это самое интересное», — улыбнулась Роско. «По словам Финлия, когда взрывом снесло крышу склада, поток воздуха увлек деньги и разбросал их по всей округе. Помнишь, горящие бумажки, сыпавшиеся на нас? Их тут много миллионов, рассыпанных на пространстве нескольких миль. Ветер разнес их далеко, на поля, на автостраду. Конечно, в основном купюры обгоревшие, но есть и целые. Как только взошло солнце, словно ниоткуда появились толпы людей, собирающих деньги. Так что Национальная гвардия получила приказ оцепить это место». Я впился в цыпленка, обдумывая информацию. «Национальную гвардию вызывает губернатор штата, так?» — уточнил я. Роска кивнула. Рот был набит едой. «Без губернатора тоже не обошлось», — проживав, подтвердила она. «Сейчас он в Маргрейве. Финлий позвонил в казначейство из-за Джо. Оттуда присылают команду специалистов. Я же сказала, получился снежный ком». «Что еще? Черт побери». «Конечно, у нас здесь будут большие проблемы. Город переполнен слухами. Похоже, все знают, что фонд Клинера приказал долго жить». Финлий сказал, «Половина жителей делает вид, что понятия не имела о происходящем, а остальные рвут волосы на голове, оплакивая еженедельную тысячу долларов, которой больше не будет. Ты бы видел старика, Ино. Он вне себя от бешенства». «Что с Финлием?» — спросил я. «А что с ним может быть? Естественно, работа у него по горло. В нашем полицейском участке осталось четверо. Я, Финли, Стивенсен и сержант. Финлий говорит, это вдвое меньше, чем нам нужно в данных чрезвычайных обстоятельствах. Но вдвое больше, чем мы можем себе позволить теперь, когда субсидии фонда Клинера закончились. Впрочем, все равно, не увольнять, не принимать на работу нельзя без согласия мэра. А мэра у нас больше нет, так? Я сидел в кровати и ел. Только сейчас до меня начинали доходить проблемы. Раньше я их по-настоящему не видел, но теперь начинал видеть. В моем сознании возник большой вопрос. Вопрос к Роско. Я решил не тянуть с ним и получить честный, спонтанный ответ. Мне не хотелось давать ей время подумать. «Роско», — сказал я. Она молча подняла взгляд. «Что ты собираешься делать?» Она посмотрела на меня так, будто я спросил у нее какую-то глупость. «Как что? Вкалывать до посинения? Работы полно. Нам придется перестраивать весь город. Быть может, удастся превратить его во что-то приличное. Я смогу играть в происходящем не последнюю роль. Собираюсь сдвинуть наш тотемный столб хотя бы на пару дюймов. Горю нетерпением приняться за дело. Это мой город. Я хочу принять настоящее участие в его жизни. Быть может, выдвинуться в городской совет. Может быть, даже поборюсь за должность мэра. Вот будет здорово. Ты не находишь? После стольких тилов мэром будет Роско». Я внимательно посмотрел на нее. Это был замечательный ответ, но не тот, который я хотел услышать. Я не собирался пытаться повлиять на решение Роско. Не собирался на нее давить. Вот почему я задал свой вопрос сразу же, до того, как сказал о том, что собираюсь делать я сам. «Мне был нужен искренний, естественный ответ. Я его получил. Роско была права. Это ее город. Если кто-то и сможет навести в Маргреве порядок, то именно она. Она останется здесь и будет работать как проклятая». Но меня этот ответ не устраивал, потому что я уже знал, что мне делать. Я уже знал, что мне нужно как можно скорее уходить отсюда. Проблема заключалась в том, что будет дальше. Раньше все дело было в Джо. Оно оставалось личным. Теперь оно стало достоянием всех, засыпало всех вокруг, как та гора полуобгоревших долларовых бумажек. Роско упомянула губернатора штата, казначейство, национальную гвардию, полицию штата, ФБР, пожарных Атланты. Полдюжины правительственных ведомств будут расследовать, что же произошло в Маргреве. Они будут искать очень тщательно. Клинера будут называть фальшивомонетчиком века. Выяснится, что мэр исчез. Выяснится, что в афере были замешаны четверо полицейских. ФБР будет искать Пикара. Из-за связи с Венесуэлой к делу подключится Интерпол. В Маргреве станет очень горячо. Шесть государственных ведомств будут соревноваться друг с другом, торопясь получить результат первыми. Здесь камня на камне не останется. Рано или поздно кто-нибудь доберется до меня. Я чужак, очутившийся не в том месте, не в то время. Потребуется лишь полторы минуты, чтобы понять, я родной брат убитого государственного чиновника, заварившего всю эту кашу. Мне придется подробно расписать каждый свой шаг. И кто-нибудь подумает, месть? Меня загребут, со мной начнут работать. Меня ни в чем не обвинят, этого можно не бояться. Не осталось никаких доказательств. Я тщательно позаботился об этом. Я знаю, как вешать лапшу на уши следователям. Меня можно допрашивать до тех пор, пока у меня не отрастет седая борода, и так ничего и не добиться. В этом можно не сомневаться. Но пробовать будут. Эти люди будут стараться, как сумасшедшие. Меня два года продержат в Уорбертоне. Два года моей жизни. Вот в чем была проблема. На это я никак не был согласен. Я только что вернулся к жизни. Первые шесть месяцев свободы за 36 лет. Эти шесть месяцев были самым счастливым временем в моей жизни. Так что мне придется уйти. До того, как кто-либо узнает о том, что я здесь вообще был, я принял окончательное решение. Я должен снова стать невидимым. Должен убраться как можно дальше от Маргриева, которому в ближайшее время предстоит стать центром вселенной. Туда, где меня никто не станет искать. А это означало, что я должен сказать Роско, что она не стоит того, чтобы рисковать из-за нее двумя годами своей жизни. Я должен был сказать ей это. Мы проговорили с ней всю ночь. Без споров, без криков, просто говорили. Роско понимала, что я делаю так, как лучше для меня. Я понимал, что она делает так, как лучше для нее. Она попросила меня остаться. Я задумался, но в конце концов ответил нет. Я попросил ее отправиться со мной. Она задумалась, но в конце концов ответила нет. Больше говорить было не о чем. Затем мы заговорили о другом, обсудили то, чем буду заниматься я, чем будет заниматься она. Для меня постепенно дошло, что остаться здесь для меня было бы так же плохо, как и уйти, потому что я не хотел всего того, о чем говорила Роско. Мне не были нужны ни мэры, ни выборы, ни городские советы, ни комитеты. Я не хотел иметь дело с налогами на недвижимость и торговыми палатами. Я не хотел торчать на одном месте, умирая от безделия. Чтобы тем временем мелкие недомолвки, сомнения, подозрения разрастались все больше и больше, угрожая нас задушить. Мне было необходимо все то, о чем я говорил. Быть все время в пути, ночевать каждый день на новом месте. Я хотел идти вперед, не имея понятия, куда именно я иду. Хотел бродить по свету. Я давно настроился на это. Так мы и сидели до самого рассвета, ведя користный разговор. Я попросил Роско оказать мне последнюю услугу. Попросил организовать похороны Джо. Пусть на них будут присутствовать Финлей, Хабблы, двое стариков-парикмахеров и она. И пусть сестра одного из стариков споет печальную песню. Я попросил Роско узнать у нее, где они пели вместе со слепым Блейком 62 года назад. Пусть прах Джо развеют на этой лужайке. Роско отвезла меня в Мейкон на Бентли в 7 часов утра. В эту ночь мы так и не легли спать. Дорога заняла у нас час. Я сидел сзади, за новым тонированным стеклом. Я не хотел, чтобы меня видели. Отъехав от дома Роско, мы сразу же попали в настоящее столпотворение. Весь городок был запружен. Это стало заметно еще до того, как мы добрались до главной улицы. Повсюду стояли десятки машин, телевизионщики из программ новостей и СНН. Я забился в дальний угол. Несмотря на ранний час, людей было море. Вдоль обочин стояли ряды темно-синих седанов государственных чиновников. Мы свернули около круглосуточного магазинчика. На улице стояла очередь, желающих перекусить. Мы проехали через залитый солнцем городок. Главная улица была забита. Машины стояли даже на тротуарах. Я заметил машины пожарных и полицейские «Шевроле». Когда мы ползли мимо парикмахерской, я выглянул в окно, но стариков нигде не было. Я буду по ним скучать. Я буду скучать по старине Финлею. Мне всегда будет интересно знать, что с ним сталось. — Удачи тебе, выпускник Гарварда, — подумал я. — И вам удачи, Хабблы. Это утро станет для них началом длинной дороги. Им потребуется большое везение. — И тебе удачи, Роско. Я молча пожелал ей всего самого хорошего. Она этого заслужила. Роско довезла меня до самого Мейкона. Нашла автовокзал, остановилась, протянула мне маленький конверт. Попросила не распечатывать его сразу. Я убрал конверт в карман, поцеловал Роско на прощание. Вышел из машины, не оглядываясь назад, услышал шелест шин по асфальту и понял, что Роско уехала. Я прошел на вокзал, купил билет, затем зашел в дешевый магазин и купил новую одежду. Переоделся в примерочный и оставил грязный камуфляж в мусорном ящике. Потом я вернулся на вокзал и сел в автобус до Калифорнии. Первую сотню миль у меня в глазах стояли слезы. Затем старенький автобус грохоча пересек границу штата. Я посмотрел в окно на юго-восточную оконечность Алабамы. Распечатал конверт Роско. В нем была фотография Джо. Роско достала ее из чемодана Молли Бет. Вытащила из рамки. Обрезала так, чтобы она помещалась в кармане. Написала на обороте номер своего телефона. Но мне это было не нужно. Я уже оставил все в прошлом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok